всем привет 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 первое что мы сделаем давайте друзья помолимся чтобы встреча ну чтобы беседа была полезной для всех нас и для нас и для вас вот христос воскресе из мертвых смертью смертью прав и сущим во гробе живут дрова христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе живут дрова христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе живут дрова аминь господи благослови дело наше аминь кстати транслируется же по-разному наверное нормально ли слышно скажите пожалуйста друзья вконтакте в инстаграме хорошо ли слышно чтобы мы уже начали не одновременно же может транслирование хорошо мы делали все почти одновременно все ли хорошо проблема со звуком так у кого у одного человека проблемы со звуком или у всех отлично слышно говорят да скажите в инстаграме как отлично слышно в инстаграме ну тогда все друзья тогда мы начинаем лучше нас слышно не будет мы немножко подготовились к сегодняшней беседе постараемся знаем что ваше время ценно и дорого просто так сидеть час и слушать непонятно что вы не хотите также я не люблю это делать поэтому мы подготовили и там и там если где-то плохо слышно да можете попробовать кому в контакте удобнее кому в инстаграме вот и да и мы подготовили некоторые тезисы которые сегодня хотим озвучить 15 принципов которые помогали нам не факт что они помогут вам мы просто хотим искренне поделиться своим опытом тем как мы его проанализировали потому что мы понимаем что закономерности очень похожи у нас у всех у нас похожие проблемы похожие страхи сложности и в общем все у нас похожи поэтому давайте начнем и так поехали маш мы с моих начинаем до тезисов ну что маша грец моих сам все решил и так давайте тогда пойдем быстро первый тезис а нет первое что хотел сказать нас спрашивали вообще немножко пару слов просто про родителей по воспитанию может просто мы все знали и и смог с воспитанием все себя восприняли это вот например я воспитывался в семье неполной я воспитывался только мамой слава богу меня чудесная мама жива-здорова но я папа не воспитывался почти с раннего возраста примерно с первого класса вот поэтому делимся опытом который нас возник уже в процессе поиска второй половинки я искал свою жену наверное около там лет десяти примерно с 20 лет я активно начал что-то в этом делать направлении с перерывами то есть около десяти лет я делал что-то не то что мне не позволяло встретить тебя маш как у тебя с родителями у тебя был пример конкретно откуда ты все черпал это до 15 лет до браку родители к сожалению он распался мама громче говоря но там будет мама последние последние годы брака и после развода выцерковлялась пыталась выцерковить меня ну и себя и к сожалению мы обе как-то не пришли на тот момент в церковь вот собственно мой путь начался уже 23 года самостоятельно независимо от мамы но как бы опыт какой-то уже был я знала что нужно чтобы причаститься исповедоваться это было мне знакомо поэтому это облегчило мое вхождение в церковь вот но как такового супер позитивного примера не было в семье вот поэтому мы сейчас все таки выстраиваем сами модель гармоничной семьи это вот как бы к сожалению в наших семьях с костей не было и все что мы узнавали о том как создавать семью мы узнавали просто на примере своем и на пробах и ошибках вот ладно поехали первое что хотел сказать первое начнем рассказывать делиться тезисами через нашу историю знакомства чтобы это было на примере нас я встретил машу в троице сергиевой лавре во время службы в храме увидел ее горящие глаза такие светлые яркие такие радостные и что-то мне так внутри подсказала кости дипа знакомься я вышел на вот буквально на на лестнице когда мы сходили выходили из церкви я познакомился с машей говорю маша привет давай знакомиться я расскажу тебе про нашу молодежку это было немножко странно но я попробовал просто в общем мысль такая чувствую что надо познакомиться с человеком чувствую что надо что-то сделать действуй вот но главное наверное действуй искренне ничего не придумывая сверх того вот это сработало хотя это было немножко неловко глупо я говорил про какую-то молодежку но мы познакомились пообщались вот так это первая мысль действуй вторая да да и следующая мысль а когда мы познакомились там лавре мы там полдня общались но как-то все не пошло я не стал форсировать события ну то есть их ускорять потому что чувствовал что не нужно я чувствовал что у маши какие-то свои видимо видение на танюшка себя плохо слышно и поэтому говори туда у нее какие-то свои видения там какой наверное должен быть жених я чувствовал что я не очень как-то интересен хотя стал старался привлечь интерес как мог но но как-то какой-то в общем взаимности не чувствовал поэтому я не стал форсировать не стал двигаться вперед вот так ломать оборону как бы меня же не просили зеленый свет мне не дан и я не чувствовал в себе сил и каких-то ну что я вот сейчас вломлюсь и там очарую просто и захвачу с собой поведу в общем мне кажется это было логично правильно маша тоже говорит что так и нужно не нужно было форсировать и благодаря этому мы сохранили такие ну такие товарищеские просто приятельские отношения на несколько лет на два года и после этих двух лет мы встретились еще второй вывод действуй так но он похож с первым действуй естественно ты чувствуешь что не надо ломиться и преодолевать эту оборону не ломись чувствую что а может быть дальше стоит продолжить какое-то общение давай предлагай в общем доверяй сердцу и действуй искренне естественно вот не выдумывая ничего как-то так течи добавить ну я со своей стороны собственно эти тезисы которые мы записали о том что нам помогло создать семью это вылилось в некоторые некоторые принципы которые ну конечно работают прежде всего для нас самих но вы можете что-то что-то будет полезным для вас мы ни в коем случае не говорим что это единственный там верный путь потому что конечно каждый человек уникален и у всех разное состояние духовное и душевное там физическое разные совершенно условия поэтому мы ни в коем случае не навязываем мы просто делимся поскольку но там те люди с которыми мы этими вещами мыслями и опытом делились это как-то им помогало поэтому что-то из этого может быть вам полезно ночь очень как бы осторожно то есть мы ни в коем случае мы не психологи мы не можем там пропагандировать что-то но это наш опыт и возможно он кому-то будет полезен мы будем рады вот значит что важно вот мы когда выписывали эти пункты у меня они давно уже были выписаны я еще с девочками в оптинской поездке ими делилась вот обещала потом сделать пост но мы решили все-таки сделать эфир потому что тема такая сложная и в двух словах не опишешь вот кости вот первым пунктом своим говорил что он чувствовал что нужно действовать и действовал хотя не каждый раз хотя я да хочу сказать что я так раньше редко когда делал в храме вообще никогда не знакомился то есть это не не свойственно и не то что я был такой смелый парень ко всем подкатывал знакомился нет тут просто наверное я считаю что благодать я был несколько дней в лавре наверное как-то вот почувствовал не знаю короче подошел но я так не делаю всегда и раньше не делал к сожалению и второе кость отметил что он не форсировал в события вот здесь крайне важный момент о чем в моей жизни это как каким образом это откликается ну вот первый пункт для меня очень важный я очень ну у меня была очень большая потребность в том чтобы близкие люди это мудрые духовные любящие меня помогали мне разобраться давали мне совет на тему создания семьи то есть на тот момент когда первый раз кости встретились я еще была в своих заблуждениях и поэтому как бы форсировать события не было смысла и о чем здесь и речь для меня я благодаря этим людям искала ответы на свои вопросы приучала себя думать размышлять и менять ложные установки на работающие то есть регулярно это был мой отец мой там близкий друг мы мои духовные друзья очень взрослые 40-летним семейным опытом это была моя очень сильная потребность я осознавала что если мне не сейчас нет семьи это поменять может только мои писту перестройка моего сознания то есть где-то у меня есть такой затык который мне не позволяет этого сделать и что как бы очень ключевую роль роль сыграла когда я вот уже с кости была знакомой и ходила на свидание там где только не знакомились мы и на подружку у меня там была вместе мы выдумывали где можно познакомиться ходили на баллы на азбуке верности знакомились много где но как-то все хорошие ребята были прям прекрасный но не складывалось и вот душа не лежала и я папе говорю мне что-то не нравится никто вообще как-то мне никак меня не трогают все эти знакомства встречание свидание мне надоело еще такой человек очень общительный вот поэтому ну пожаловалась ему и он говорит ты пропускаешь хороших ребят мимо себя ты можешь ответить там не видно на зеркале пропускаешь хороших ребят мимо себя и я поняла что действительно возможно я кому-то не даю шанс то есть есть люди они достойные они прекрасные но у меня как бы дальше там одного-двух свиданий она сама по себе не идет как бы и вот этот момент помог мне момент помог мне переосмыслить вообще кто вокруг меня находится и за это было буквально там за полгода перед встречей с костей я начала действительно давать шанс людям ну не смысле я там королевна такая нет не в этом смысле просто вот продолжать общение проявлять большую эмпатию к человеку проявлять и больше интерес где и это собственно мне помогло через полгода когда мы сквозь и встретились повторно ну не повторном еще несколько раз пересекались но общение не продолжалось на протяжении двух лет мы так пару раз пересекались и когда мы встретились уже в оптиной у меня вот это вот ну то что я наработала что я давала шанс у меня это открылось в нужный момент то есть мой человек который как бы ну господь же конечно помогает нам с лучшим вариантом для себя так скажем создать семью вот и это очень сработало то есть это был мой такой рабочий инструмент который я как бы не рекомендую не знаю как ну в общем это важно мне кажется не отфильтровывать всех подряд в итоге я получается отфильтровала собственного мужа в первый раз да у меня даже я даже не поняла что он как-то заинтересован во мне я как-то его восприняла просто ну как друг товарищ там знакомый но при этом сердце моё она как бы откликалась но я не еще тогда не могла да что интересно хочется отметить сердце моё тоже в первый раз откликалась то есть чувствуешь что-то моё что-то вот близкое по духу я встретил да но у меня сразу возникло тут много всего мыслей так а у неё там это она чё-то слишком крутая тут на машине у неё какой-то там работа зарабатывает кучу денег я намного меньше ой наверное мы друг другу не подходим нет за ней надо будет как-то мега супер ухаживать нет денег вообще нету как бы ну как-то все это сложно и ладно семья попозже короче так я думал как-нибудь потом ну и как-то не сошлось понимаете да то есть уже на том на тот в том состоянии уже поняли что что-то есть что-то продолжу общение интерес вот но куча заморочек страхов и так далее нам это не позволили у нее свои там представление о том какой он должен быть у меня свои и все вот первый отсев произошел тогда два с половиной года просто и вот но не в пустое нет и за два года мы пообломались хорошо очень важно я в своей жизни пообломалась очень круто маша пообломалась вот так вот прям сильно да я тоже сильно и вообще-то хордо помогает смиряет и как бы начинаешь радоваться от от того что они с недостатки и ничего страшного я их потерплю и слава богу да да ладно поехали дальше друзья да а ну вот я сказала про шансы там девушка спрашивала как это давать шанс это просто ну первое мое действие было позвонила мальчику из питера я очень люблю дождливую погоду мы тогда общались с ним и позвонил мы как-то так дружили но я им все время горел менее я питер не поеду это вообще не мое вот при этом была взаимной симпатии я просто вот ну давай-ка позвонила давай может попробуем пообщаться все таки ну ладно питер там питер можно время уйдет можно потом как-то жизнь по-другому сложится он обрадовался и мы начали общаться еще несколько месяцев после этого общались и когда уже как бы вроде внутренне ты готов к тому чтобы понять вообще это готов с этим человеком идти или нет мы как бы оба но в большей степени он ответил что нет я не готов это не мой человек ему больше ответ пришел и вот как бы мы так и остались дружеских общений потом был другой человек новый с кем мы познакомились там как бы я сразу встретилась и подумал нет не мое вот прям установка внутренне не моё но как-то общение завязалось и он очень активно был заинтересован в общении со мной и но я все равно несмотря ни на что но мне он был приятен интересен как человек но ничего серьезного и вот через вот это вот тоже там определенное обстоятельство а ну там папа мне как бы посоветовал что это ну я прислушалась к нему и больше себя благодаря этому совету поняла что действительно это не моё и ну то есть не останавливала на первом там нет не моё или там что-то вот пробовал пробовала пробовала общалась молодец друзья хочу сказать и просто вижу потрясающие вопросы с самого начала столько интересных вопросов ребят если честно прям хочется вот на каждый дать ответ прям знаю что ответить на каждый и что-то интересного прям вам сказал но вот не успеваю очень много может быть они напишут вот в контакте они сохранятся мы точно ответим друзья вот прям пишите вопросы в контакте мы потом сделаем еще эфир а в инстаграме вы если мы не ответим на ваш вопрос напишите его в комментарии к посту и мы его потом как бы сделаем эфир нет в инстаграме инстаграме ну либо в контакте либо в инстаграме просто к посту я друзья думаю что ваши вопросы попробуем ответить может быть в конце или в следующем эфире сделаем прям отдельно ваш эфир вопрос ответа вот просто вопрос ответа просто сейчас мы именно хотим сделать вот именно рассказать тезисы которые нам помогли мы о них расскажем а потом прям сделаем вопрос ответа будет очень интересно вот жени спрашивает а если не хочется общаться ну типа и дальше что тебя заставлю заставлять то себя не надо вот ключевой момент мне моя супруга вторая моего отца слава богу такой брак благословленный господом она говорила вокруг столько прекрасных мужчин достойных моей любви это мне там лет пять-семь назад говорил я не могла понять как то так вообще ну то есть мне это не не выражалось моей жизни никаким образом и вот благодаря тому что я начала давать шанс я начала в людях хорошие замечать реально то есть люди начали раскрываться по-другому это вот такой важный момент реально то есть это я потом об этом скажу что мне действительно начали нравятся люди это вот это через себя немножко переступаешь но с доверием богу что это не дойдет дальше чем там должно дойти то есть это все равно на дружбе там закончится потому что что-то нос как бы что-то встанет между вами есть картера так происходило то есть все равно было вот это доверие бога я тоже об этом скажу вот так что это все иллюзии там я не хочу там заставлять с каждый человек интересен но почему с ним надо общаться прямо именно обязательно вот на тему создания семьи нет же то есть каждый у каждым человеком можно увидеть что-то такое за что его можно полюбить ценить уважать что-то чем-то он может уникально поделиться у нас на общении по кругу люди об этом постоянно говорят что а какие не все оказывается интересные буквально пяти минут хватает чтобы как-то не разглядеть красоту в человеке вот это как бы дополню я тоже когда вот встречались мужа с машей я как-то себя почувствовал увереннее в себе и вообще честно говоря ребята вот кто говорит что нет девушек нормальных вокруг я вам не верю я не знаю скажи пожалуйста сначала так было а ночи скажу да да сначала так и было мне тоже почти никто не нравился вообще вот увы ну чё то вот не откликало сердце ну вот никто не нравится и все но такой там вопросе кстати же было да никак никто не нравится победил опрос никому никто не нравится парням вот и И, когда только начал с Машей встречаться, как-то, ну, вот, немножко так почувствовал себя увереннее. Вы знаете, друзья, я посмотрел на своих знакомых девушек. Я понял, что если вдруг с Машей ничего не получится, ну, мало ли, Господь разведет. Ну, все бывает. Я прямо уже точно увидел, с кем я пойду на свидание. Вот из своих знакомых. То есть, я сразу увидел, что из моих знакомых уже есть хорошие невесты. Короче, я сейчас даже до сих пор вижу, вот, прям, вот, среди моих знакомых девушек отличные невесты. Просто парни этого не видят, к сожалению. Но они вообще очень хорошие. И что помогло тебе это увидеть? Что помогло? Честно говоря, мне помогло... Я сейчас скажу, что мне помогло. Мне помогло, когда я с тобой начал встречаться, я понял, как это классно быть вдвоем. Как это... Как это воодушевляет. Как это вдохновляет. И вот именно это чувство... Я сразу понял. О, посмотрю на других. Да, в принципе, они тоже хорошие. Но у них есть какие-то недостатки. Но это же не страшно. Да главное быть с ними вместе. Они несовершенны, но они интересны. Потому что я увидел, какая интересна ты. Следовательно, я вижу, что другие тоже интересны. Это не я такой уникальный. И Маша такая супер уникальная. Не, Маша не ревнует. Она нормально к этому относится. Да, Маша? Это нормально. Это просто уникальные люди вокруг нас. Приходил семейный человек на беседу. Пятеро детей у них уже 20 лет в браке. И он говорит, я бы, говорит, на пяти бы тут женился. То есть человек видит другого человека. Это очень важно, видеть другого человека. И это открывается благодаря какому-то, ну, видимо, у каждого свое. Ну, вообще, наверное, нормально, когда люди такими рождаются. Ну, сейчас скажу. Ну, конечно, когда я начал же встречаться с Машей, ну, как-то мужские гормоны начали действовать. Понимаете? Которые давно уже не работают, да? Там как-то я себя мужчиной уже начинаю чувствовать рядом с девушкой. Ну, реально, мужчиной. Когда я себя чувствую мужчиной, я вижу вокруг женщин. Когда я себя, мне кажется так. Когда я себя парень не чувствую мужчиной, он как бы девушек не видит вокруг. То есть, вот как и сказал там отец Островский, Павел Островский, помнишь, говорил? Все нормальные парни женились там в 20-22, да? Ну, такая мысль. Ну, да, потому что это ненормально. Вот подумайте над этой мыслью, да? Все нормальные парни пришли из армии. Хопа, взяли так. Сразу нравится, нравится. Пойдем встречаться. Хопа, женюсь на тебе. Все. Без всяких там покедонов. Ну, и плюс, наверное, надеюсь, что у парня этого была там семья, да? Он видел пример, как это все работает. У меня друг такой. У него есть счастливая семья. Ну, в целом, мама, папа, да? И он, если тут заканчивает, сразу женится. Ну, просто у него как бы это по-другому нельзя. Он не знает, как жить одному, например. Или вот как с Валерием мы говорили, мужем тут и Ларсом. Он тоже говорит, а я не понимаю, как вообще один парень может жить. А вообще не понимаю. То есть непонятно, да, некоторым? Мне было понятно, как жить. Вот. И когда я начал встречаться с Машей, ну, как это мужское там начинает работать. И ты понимаешь, ой, да нехорошо быть одному. То есть, когда ты один, ты этого сложно это понять. Вот, нехорошо быть одному. Когда ты уже вдвоем, ты реально понимаешь, нехорошо быть одному. Поэтому просто, когда начинаешь общаться, встречаться, интересоваться друг другом, уже начинает мужское начало работать, и ты понимаешь, нехорошо быть одному. Это мотивация дополнительная. Ну, я так просто активно говорю. Ладно, да, второй час, наверное. Просто такие вопросы интересные. Так хочется ответить, ух, как решиться. Но сейчас мы, может быть, просто наполовину вопроса, скорее всего, ответим. Сейчас пойдем, ответим. Прямо реально на многие, ребят. Что-то не ответим, вы потом спросите. Ладно, постараемся ответить. Третий тезис короткий. Я пригласил Машу, когда мы встретились уже второй раз в Оптиной пустыне. Я вдруг ее встретил, проходящий мимо мощей Амброси Оптинского. Смотрю, Маша, ну, так секунду, и думаю, ну, наверное, надо подойти. Хотя я не очень хотел как-то, ну, что-то, не знаю, настроения, может, не было. Ну, думаю, ну, раз знакомый человек, шанс такой, надо подойти, поговорить, не знаю. Ну, как бы Господь послал ситуацию, действуй. Вот второй тезис. Вдруг вижу человека знакомого, ну, надо подойти пообщаться. Ну, не случайно же увидел его в Оптине, понимаете, как-то. Все не случайно. Использую шанс. Вот я его использовал, подошел, пообщались, продолжили общение. Просто, спокойно, подружески. Без всяких. То есть, мне в тот момент Маша-то, ну, как-то не очень интересно было, как девушка. Я не обращал внимания, как бы, на девушку. Наверное. Ну, как-то просто хорошие-хорошие. Ну, у меня было своих тараканов, миллион потом о них. Вот. Но шанс использовал. И дальше пригласил ее помолиться. Мы вместе просто остались в одном частном домике в Оптиной пустыне. И пригласил помолиться вечером. И вообще молитва, она как-то раскрывает. Вот я, когда помолился, встал чуточку ближе. Мне это очень помогло. Правда. И потом мы еще на литургии утром молились вместе. И после этого задала мне Маша коронный вопрос. Коронный вопрос. Кость, ну почему ты еще один? Просто я был лидером молодежки, молодежного движения в Лохерне. И вроде бы вокруг меня, ну, много хороших знакомых, девушек. Сотни. Ну, не знаю. Ну, за год сотни. Сотни. Ну, правда, очень много, да. Молодежный отдел. То есть, постоянное общение с православной молодежью. Постоянно крутился, общался с девушками и с парнями. Ну, в том числе с девушками, да. И был один. Почему? Ну, вообще, отличный вопрос. То есть, такой вопрос, который выбивает из зоны комфорта, да, сразу к парня. И сразу же можно понять, что с парнем вообще, стоит ли к нему присматриваться или нет. И я искренне начал ей отвечать. Ну, как-то у нас уже какие-то отношения такие доверительные возникли. Я искренне отвечал. Почему? Ну, потому что я что-то не знаю, что-то я там наговорил. У меня было много своих тараканов. Вот. Фу, как хочется нам все рассказать там. Вот. Да я, в принципе, до Маши-то лет пять, наверное, на свидание не ходил. Ну, а вы спрашиваете, почему он не воспринимал как девушку? Я девушку как девушку? Да потому что я привык всех воспринимать как сестры. Как сестры. Сестры мои. Сестрички. Ну, как бы, образно говоря, сердце не откликается. Ну, вот прям на девушку, на женщину. Ну, значит, я воспринимаю их просто как хорошие сестры. Вот. И лет пять... Это, кстати, у многих молодых людей православных. Так, так, вот на начальные, как бы, либо еще не церковные молодые люди, у них по-другому работает все. А тут уже Господь просто, ну, как бы, да. Это физика так даже работает. Физика, да, снижается. Если что-то не используется в человеке, это не физиология, это обычно, как бы, да. Может, такое начало не используется, оно, как бы, ну, и всем не просто... А в сорок лет, к сожалению, беда. Простите, но, парни, имейте это в виду, что лучше подрепитесь. Не, вот, да, не, скажу про пять. И я не ходил на свидание, потому что просто у меня было достаточно много негативного опыта прошлого. Это раз. Второе, ну, у меня были некие там страхи, что у меня там проблемы со здоровьем. Не все девушки, это интересно будет девушке. Вот. Это был мой такой второй страх. То есть, ну, некоторые страхи. Я был не очень уверен из-за этого в себе в вопросах вот семейных. Ну, сейчас понимаю, что это, конечно, глупо было. Ну, реально глупо. То есть, на самом деле, все не важно. То есть, нет, на самом деле, глобально причин, которые могут помешать создавать семью. Ну, кроме, например, там, там, серьезного алкоголизма, там, не знаю, наркомании. Вот прямо вот сейчас, которая там развивается. Кроме таких болезней, да. А все остальное, мне кажется, преодолимо. Деньги, здоровье. И все-все-все, мы скажем, да, про это. Сейчас затронем эту. Да, там много. Нет, давай по пунктам идти. Это попозже, да? Это попозже затронем эту тему про деньги. Да, про квартиры и все такое. Велосипеды. Велосипеды. Это все, что у него было. У меня был велосипед и ноутбук. Сейчас, потом. Так, второе. Это третий, правда, мой помню. У меня третий. Да, я что-то хотела сказать. Я почему так активно спрашивала, со всеми там общалась, перетирала эту тему создания семьи. Я с психологом не ходила, мне как-то не помогало это особенно, ну, пару раз. Больше, ну, просто слава Богу, Господь дал таких близких по духу людей, которые, ну, да, не у всех отца такого, не у всех есть отец. То есть у меня очень мудрый, православный, духовный человек отец. Я, к сожалению, не всегда его слушалась, но когда уже поняла, что все паленым пахнет, начала прислушиваться. И, собственно, с этого момента начало тоже все меняться. Почему я так постоянно активничала в вопросе? Почему? Потому что я осознавала острую необходимость в семье. Я понимала, что Богу угодно, чтобы человек был не один. Это, как бы, естественно, человек, ну, то есть, вот как это, почему это у меня было? Может быть, это вложилось мне, потому что, ну, более-менее гармоничные, ну, сложные, не самые идеальные. Но все-таки родители мои любили друг друга, и до 15 лет мне вложилось это. И они, вот, кстати, после развода тоже быстро достаточно создали семьи. Я понимала, что это ненормально. Я как бы, ну, вплоть до того, что я, вот как я осознавала, что я не спасусь. Ничто, никогда, никакие условия мне не позволят. Ну, конечно, сейчас мое спасение тоже под вопросом, я ни в коем случае не говорю. Ну, в смысле, что познать себя я не смогу, если я буду в одиночестве, или я буду там, ну, то есть, никакие любые условия внешние взаимодействия с миром, социумом, волонтерством, там, ну, либо монастырь, либо семья. Я в третьем пути, вот в этом, да, глубоком самоотречении жизни для других людей, в котором человек с железной волей просто готов там ради других себя, там, душу свою положить. Я не видела себя в этом. То есть, мне нужны были условия, рамки, да, загон, вот семья, вот монастырь. И здесь уже хочешь, не хочешь, ты должен настраивать отношения, себя познавать, менять себя, менять свое сердце. Я, как бы, ну, про монастырь тоже задумывалась, но как-то, ну, через родителей воля явилась, я, как бы, благословения не получила, условно говоря, это длинная история, но, в общем, нет. Я, как бы, спокойная поняла, что, ну, значит, семья, я не против, не принципиально. У ребят нет этого чувства. Какого? Что-то семья, это важно. Вот я не знаю, надо молиться. Нам этот отец Силуан в Оптиной сказал, а что, ну, хотим, ну, что-то как-то не получается. Отец Силуан на беседе с молодежью сказал, молитесь, Господи Иисусе Христе, даруй мне решимость создать семью. То есть... Отец Силуан сказал нам. Да, как-то надо этим, чтобы Господь дал это чувство, если его нет, потому что без него действительно сложно. То есть я у меня, это, друзья мои удивлялись, как-то я один знакомый, второй жених, третий, четвёртый, пятый, вроде уже тут этот, один знакомится, а тут бац, короче, через два месяца вообще другой и женюсь, замуж выхожу. Ну, то есть я, прям, у меня горело это. Ну, там был период у меня до этого, к сожалению, по определённым причинам несколько лет не могла этой темой, как бы, вообще заниматься созданием семьи. Ну, по факту я за год, вот, все вот эти тезисы, это год активной работы над собой. Реально понимание, что всё, уже, блин, там скоро, скоро много лет мне будет. То есть время уходит, детородный возраст безграничен, детей хочется, хочется много, но, к сожалению, пока нет у нас, но просим олитв, дай бог. Вот, вот, но, понимаете, это очень важно. Да. То есть я понимала, нехорошо быть человеку одному у нас, везде мы об этом говорим, да потому что нехорошо это, просто поверьте, не можете, поверьте. Ну, я вот тут думаю, что поверьте, ну, нам, кто мы такие, поверьте, это людям семейно опытным, кто уже давно, давно в браке, давно любят друг друга, такие, как отец Андрей Долгополов, там, не знаю, батюшки, маститы, которые говорят, что, ну, по-другому нельзя, семья это спасение, вот просто поверьте им, это раз, вот, смотрите, я так думаю, такой мой. А второй вариант, начните общаться, как можно больше и встречаться с противоположным полом. Вот у меня искреннее, вот, понимание, что нехорошо быть одному возникло именно, что вот в тот момент, когда мы начали встречаться, активно общаться. Ну, мне кажется, вот мужчине вот это почувствовать, что нехорошо быть одному, когда вот он начнет встречаться, начнет общаться. А без этого не поймет, мне кажется. Ну, что, один сидишь и сидишь, ну, что тебе там, ну, в Библии так написано, что нехорошо быть одному, ну, а тебе-то что от этого, а тебе тебе и так нормально. Поэтому, я думаю, надо действовать, пробовать. Про монаш там, да, Маша сказала. Вот. Так, тут просто на всякий случай расстроило Машу, что вы высказываете своих прекрасных знакомых девушках. Так, нормально это, нормально видеть. Да, я объясню, я вижу их как не девушек, что там мне хочется с ними отношения строить, а нет, просто вижу невест потрясающих, которые мои друзья вот почему-то мимо пропускают. Вот я о чём говорю, что потрясающие люди. И тоже, я просто вижу сразу их недостатки даже этих невест. Куча недостаток просто. Но это же не повод с ними не общаться, не знакомиться. У нас куча недостатков просто. Вообще. Супер тезис у меня там дальше. Мы мега эгоисты просто. Вот это факт. Мега эгоисты. Вот один мега эгоист, а вот второй мега эгоист. Пока не поймёшь этого, что мы мега эгоисты, тяжело строить отношения. Мне так кажется. Вот. Все девушки вокруг прекрасные просто. Мы не видим. Не видим. Это наша проблема. Короче, наша проблема, что мы не видим прекрасных людей. Ещё раз важно. Мы за это ответственны, что мы не видим. Возможно, если вы живёте в каком-то селе, в деревне, где всего одна девушка на всё село. Это другой вопрос. А если вы в Москве, то вы, я не знаю, что вы делаете, если не видите прекрасных девушек. А они везде. Везде. У нас на мероприятиях просто столько потрясающих девушек. Но мы выбираем, перебираем, перебираем. Вот я так вечно перебирал, перебирал, перебирал. Как бы получше. Я вот ещё так думал. Там вот у Маши нашёл качество, и что-то мне не нравится это качество характера. Я думаю. А вот продолжить мне с ней общаться? Или всё-таки снова искать? Ну вот вижу же не очень хорошее качество. Может, не надо сдавать семью? Я думал. И я так думаю. Ну так продолжится круг этот замкнутый. Я снова буду искать. Мне снова в следующий раз что-то не понравится. Потом снова искать. Потом снова искать. Снова что-то не нравится. Снова. И вот так я примерно много лет этим занимался. Не работает. Да. Да. Ещё у нас тезисы. Друзья, на вопросы потом поотвечаем в конце. А то у нас много тезисов важных. В каком конце? Через три часа? Через три часа. Мы пока на третьем пункте. Не уходят. Друзья, подготовьте себе ужин какой-то. И попить чай. Мы надолго. Да, к сожалению. Ну, просто мы вот то, что сейчас проговариваем. Я вот в женском чате часто с девочками делюсь этим эпизодически. Просто мы видео это снимем. И потом будем на все вопросы отправлять это видео. Ну, простите, что долго. И просто искренне вот чем мы делимся. Искренне хочется это поделиться. Мне вот лично поделиться бы со мной, когда мне было 25. Вот. Я очень хочу с собой поделиться. Вернусь так в прошлое. Вопрос опять возвращаясь. Не засматриваться на мужчин. Это другое. Это другое. Совершенно о другом. Может быть, дай вам Господь, чтобы вы увидели то, о чём мы говорим. Это естественно нормально. Видеть прекрасных людей рядом с собой. Это не мужское и женское. Это другое. Я вижу их как сестёр прекрасных. Что они хорошие невесты. И могут быть женами хорошими. Это не плотское. Это просто естественное восприятие, что есть люди, за что их можно полюбить. Вот. Итак. Да, и очень важно сейчас прямо один маленький момент по поводу прекрасных. А моя Маша-то почему прекрасней всех, которых я вижу? Просто потому, что мы уже вместе давно. У нас таинство венчания совершено. И мы уже просто вместе одно. И мы узнаём постоянно друг друга каждый день по-новому. Преодолеваем трудности. Совершенно новые. Как бы это не сравнимо с тем, кого я вижу вокруг. Понимаете, да? Поэтому ты прекрасна. Нет, это для участниц поездок. Мы туда всех не можем пригласить. Там всего 200 с чем-то же мест. Поэтому присоединяйтесь. Вот. И я к этому. Хотите узнать, насколько прекрасен человек? Общайтесь с ним больше. Вот и всё. Скажите, пожалуйста, а будет слышно, если я уберу? Потому что у меня зарядка садится. У меня один тут всего лишь. Там шипение. Вам слышно или шипит? Скажите, не шипит там, пожалуйста. Это мы вконтакте проверяем. Шипит или нет? Так, друзья, сейчас продолжаем. Скажите, друзья, шипит или нет? Видимо, не шипит. Шипит. Не знаю, что делать, потому что у меня зарядка садится. Мы сохраним. Что делать? Нет, друзья, мы контакт проверяем. Что делать? Кто может из Вконтакте, перейдите, пожалуйста, в Инстаграм. Там не шипит. У меня просто зарядка. Айфон, только один шнур. Либо через наушники. В общем, там выключится. Да, вконтакте выключится, друзья. Не выключится, а просто будет шуметь. Если вам неприятно, то... Перейдите в Инстаграм. Кто может. Да, отлично. Все, поехали дальше. Еще, друзья, такой вывод мы сделали вместе с Машей. Когда мы уже начали встречаться... Да, сейчас отвечу. Мы начали встречаться. И... В общем, я как-то доверял сердцу и тем обстоятельствам, которые складывались между нами с Машей. То есть, я чувствовал, что Господь, ну, незримый с нами. Я искренне... Вот, о, очень важный тезис тут. В этот момент я так молился, как никогда не молился. Правда, друзья. Вот вообще. То есть, в этот период, в этот отношение, я так молился. Говорю, Господи, а скажи мне вообще, оно мое или не мое? Надо или не надо? Я не понимал, не знал, но... Правда, искренне, очень сильно молился. Я так редко, когда молюсь. Я вообще в плане духовности такой лентяй духовным. Но вот тут прям очень молился. И это очень помогло, друзья. Вот прям я на это очень... Я на Господа очень рассчитывал. И он мне... Я видел, как через обстоятельства с Машей все вроде как-то текло своим чередом. Вот как-то аккуратно вот так шло. Сердцем я чувствовал. Вот, наверное, надо туда идти. То есть, я делал то, что не противоречило миру в моем сердце. Вот, мне кажется, очень важно. Когда мы пытаемся, там, опять же, форсировать события или делать, вот, мне она нужна, но я чувствую сердцем вот что-то не то, но нам пойду за ней. Вот, мне кажется, очень-очень важно делать то, на что откликается сердце, и оно мирно. Вот я выбираю решение какое-то. Тут мирно? Окей, значит, все хорошо. Вот. Мне это помогло. И, опять же, вот, искренне молился. Без молитвы я не знаю, как бы я выдержал, потому что сложности были, было сложно порой, непонятно, трудно. В общем, молитва, это просто... Да, дело то, что Маша не противоречит сердцу. Да, это правда очень важно, потому что в своей жизни до Маши я часто делал что-то, что сердцу как бы не было мирно. Я что-то делал, а оно не отзывалось. Вот. Конечно, я думаю, может сердце не всегда подсказать, ну, настолько мы там, так сказать, нечистые здесь в сердце, что можем... Оно в страстях, я согласен. Поэтому я молился. И Господь вел. Я чувствовал, как Он ведет. А я просто следовал этому пути. И как бы тоже... Ну, мой выбор тоже был. Я говорил, да, Господи, я хочу тут идти. Хочу с ней идти. Мне что-то не нравится. Потерплю. Но хочу. То есть тут как бы синергия вот должна действовать, мне кажется, с Богом. Господь помогает. Я действую вместе, вместе. И вот так прям вот месяц я вместе шли. Вместе, вместе, вместе. Вот. Это работает, друзья. Ничего нового тут сейчас не сказал. Все батюшки в этом говорят. Вот. Как появилась уверенность, что это мой человек? Супер вопрос. Вопрос, наверное, как же появилось что-то, что мой человек? Вот тоже это важно. Я отвечу. Я просто, опять же, чувствовал, что здесь мир в сердце. Я не чувствовал, что точно она... Вот у меня лично, у меня. У всех по-разному. Но не было такого. Вот я знаю, она будет моей женой. Обязательно должна быть матерью моих детей. Вот у меня такого не было. Просто мир в сердце. Просто обстоятельства шли так, что... Ну, как бы общайся. Продолжай. Смотри, вы должны общаться. Вот я это чувствовал. Вот. И вот это было для меня. Это мой человек. То есть... И... Ну, как бы до венчания я знал, и Маша, да, знала, что может произойти все, что угодно, что нас отведет. То есть, если мы не должны быть вместе, то Господь нас разведет. Мы же молились, мы говорили, Господи, дай нам не того, кого хотим мы, а кого ты нам вот считаешь, что нам нужно. И поэтому мы искренне верили, что Господь нас каким-то обстоятельством или чем-то разведет. Но он нас не развел. Поэтому для нас это было понятно, что это для меня. Это мой человек. Вот. Для меня не было такого, что тут супер вспышка. Это моя женщина там или что-то такое. И голубь спустился. И голубь не спускался с неба. Мне было написано, Маша, она твоя. Я вот этого не был у меня. Просто спокойно, хорошо вместе. А, еще очень важно, конечно, не сказал. Просто вот нажми удалить и сблокировать. Вот это нажми. И вот это. Вот. И вот еще что важно. Конечно же, у нас совпали, вот сейчас все отвечу на все вопросы, совпали по нескольким ключевым вопросам мы совпали. То есть, а, первое, духовный уровень. Там, мы верим в Бога, мы хотим возрастать духовно. Оба. Я это чувствовал в Маше. Мне этого хватило. Вот. Духовный уровень пройден. То есть, я видел, что она горит. Как бы верой. Ну, насколько может. Мне это очень грело душу. Это, наверное, первое, во что я влюбился, образно говоря. Второй уровень. Там, душевный. Нам было вместе хорошо, интересно в целом. Не супер. То есть, вот сейчас мы намного больше найдем тем для бесед. Вот намного больше. Нам сейчас намного интереснее вместе, чем раньше. Вот что важно. Не было такого, что вы прям не разлей вода. Там, постоянно беседуем об том, о сём. Нет. Просто, в принципе, было интересно. Ну, были беседы, темы. Как-то хорошо вместе было. Вот. Всё. Этого мне было достаточно. Вот. Понимаете? И третий уровень. Ну, телесный. Мне просто нравился, как женщина этот человек. Просто он влёк меня. Всё. Мне этого достаточно. Всё. Три пункта совпали. Что там было остальное? Какие-то привычки, которые мне не нравятся. Что-то в характере не очень. И что-то ещё. Но это уже приданное. Да? С приданным. Берём с приданным. Так что терпением всё берётся. Вот. Что не понравится. То есть, понимаете? Много нам не надо было. Вот. И я почувствовал, что это мой человек. Три пункта пройдено. Мой человек. Был мир в сердце. Да. И дальше. Поедем дальше? Да. Итак. Третий пункт. Мой или четвёртый пункт. А это тоже мой. Я сейчас добавлю. Друзья, не устали, да? Я за несколько месяцев до встречи с Костей уехала. Волилась с работы. У меня был небольшой запас средств. Ну, как уволилась. Просто временно ушла. Уехала. Ну, сначала отдыхала там в одном месте. Потом сходила в Великорецкий крестный ход. И потом несколько месяцев жила в Козельске рядом с Оптиной пустынью. Ходила почти на все праздничные службы. То есть жила такой насыщенной церковной жизнью, что помогало мне держать себя в духовном тонусе. То есть на тот момент я больше не делала, чем посещение служб в плане духовной работы над собой. Поэтому это мне помогало. И эта духовная атмосфера, она меня тоже в какой-то степени трансформировала. То есть жила я у семейной пары, 40 лет в браке. Они много общались с женщиной. Она делилась опытом. Я что-то перенимала, что-то просто впитывала, смотря на них. Не то, чтобы там прям все идеально, но в смысле, что это тоже путь, это тоже жизнь. Прожитая такая 40-летняя, это все-таки серьезно. И это мне тоже помогало. Ну, и люди духовные. То есть тоже для меня важно. И молитва за меня. То есть вот эта Надежда, она за меня очень много молилась. Она говорила, что я прям, не знаю, как-то сильно о тебе переживала, что ты создала семью. То есть для меня как бы, как отец Андрей, кажется, Ткачев говорил, что если кому-то не слышно ВКонтакте, перейдите, пожалуйста, в Инстаграм. Тут не будет больше, лучше условий. К сожалению, у меня садится батарейка, и приходится заряжать телефон, из-за этого наушники не можем вставить. В Инстаграме хорошо все слышно. Да. Переходите. Так что такой тоже важный момент, что себя не вымолишь, как отец Андрей Ткачев сказал. Молись у других, а тебя вымолит другой человек. Вот надо с кем-то быть, как бы, ну, духовные, ну, христиане, в общем, должны быть в твоей жизни, чтобы ты мог опереться на чью-то молитву в своих сложных, как бы, таких задачах. Потому что ты один в поле не воин в духовной жизни, в сложных таких задачах. Как бы хорошо бы прилепиться к кому-то более духовному. В идеале это, конечно, наверное, батюшка. Но у меня не было батюшки, который так прям за меня сильно болел. Вот. Ушла. Ну, я просто болела очень много. Каждый... С кем ты работала, скажи, два раза. Сейчас несколько раз в месяц болела бронхитом. На протяжении полгода восемь раз болела. Я поняла, что мне уже надо из этой Москвы валить. Вот. Не знаю, с чем это было связано. Просто вот переключиться надо было. Я поняла, что мне нужно на природу отдыхать, устанавливаться. Собственно, это мне и помогло. А работала я недвижимостью коммерческой. Занималась у нас. Были... Один большой бизнес-центр. Я там арендой и продажей занималась. Ну, как агент. А да, я добавлю к этому вот про молитвы. Я вот искренне думаю, считаю, что за меня... Ну, я знаю, что многие молились. Вот я и... Почему? Сейчас скажу почему. Потому что я в течение последних там вот четырех лет я занимался молодежкой. Работал вообще не при храмах. Помогал социальным служением. Короче, он очень был в церкви активен. Ну, вот занимался служением в церкви. Так получилось, что я пошел по этому пути. Слава Богу. Вот. И до этого я тоже занимался там немножко волонтерством достаточно там несколько лет. В общем, к чему? Вот слава Богу, что я всем этим занимался в то время. Сейчас я уже лентями стал. Но я думаю, что... И знаю, эти люди, которым я когда-то помогал, они искренне за меня молились. Я думаю, что вот мне вымолили вот супругу они. Они реально молились. Я знаю таких людей. Этих бабушек. Знакомых, друзей. Просто кто-то, когда кому-то помогал, порой серьезно помогал, очень помогал. Ну, как-то вот в церковном служении, да. И они молились за меня. Я верю, что их молитвами, слава Богу, я и встретил Машу. Я почти не молился об этом. Вот. К сожалению. То есть я не думал, что семья очень нужна на тот момент. Вот. Я за себя не очень-то молился. Это... Увы. А вот другие, я знаю, что молились. Мне прям говорили. Вот. Это факт. Да. А, еще, да, кстати, очень важный еще момент. Мы же встретились второй раз с Машей в Оптиной пустыне. Я приехал с другом, с Иосифом, отдохнуть там на неделю. Маша там была. И вот что очень важно. Вот это молитвенное настроение, вот это монастырское спокойствие, оно передается. И если бы я Машу увидел в Москве где-то, я бы так же сразу же... А, привет, Маш, привет, как дела там? Ну, да. Ну, пока у меня дела, у меня работа там, у меня проекты, все, пока. Вот. А вот там, в монастыре, ну, человек вот здесь, рядом. Давай вместе пообщаем. Давайте вместе... Я предложил на озеро. Причем я предложил сводить, ну, хозяйку и Машу показать им озеро. Просто так. Включить по-дружески. В Москве бы я, наверное, такого не сказал. У меня столько в Москве дел. А вот там вот это спокойствие вот позволило... Вот сначала просто прогуляться там до родника там, да. Потом позволило мне предложить просто им показать озеро. И вот через это мы начали узнавать друг друга через несколько дней. Вот что очень важно. Вот монастырь помог нам в этом спокойствии не разбежаться, а дать возможность пообщаться друг с другом. Вот это, слава Богу, монастырь, вот он в этом очень помог. Поэтому мы возим наших участников поездки паломнические. Кто бы что ни говорил. Потому что монастырь реально помогает человеку немножко перестроиться. Выдохнуть. Да, и почувствовать себя, почувствовать близких, людей по духу. Он помогает вот эта благодатная атмосфера. Поэтому я очень много времени проводила при монастырях. Это вот меня прям восстанавливало. Я тоже любил ездить, да. Поэтому вдруг кто еще не понял, что такое паломнические поездки там. В одному, в смысле, может быть, в один. Езжайте куда-то, съездите, просто потрудничайте коей-то возможности. Это правда потрясающе. Кто еще не знает, что это такое? Одному пожить в монастыре. Я очень много знаю людей, которые встретились в монастырях. Да. В семье не все как по Евангелию. Я думаю, за три часа не упадутся. Но это прям по пунктам. Красивые, гармоничные такие. Ути-пути. Но порой жесткие эгоисты. Я хочу это сказать. Да. Это правда. И Маша, скажи, что эгоистка. Ой, ужас. Маша ужас говорит. Я, наверное, по... Ну, раз... Ну, раз по пять точно в день извиняюсь, наверное. А я нетерпеливый. Поэтому вообще все не так просто, друзья. Приходится терпеть себя и другого. Друзья, звук есть? Звук есть? В инстаграме звук есть, ребята? Все, ок. Давай двигаемся, да? Друзья, поехали. Да, постараемся побыстрее. Режим максимум. Включаем. Это много деталей. Итак. И что очень важно нам хотелось еще сказать. Вот мы такие познакомились. Первый месяц встречаемся с Машей. Общаемся. И общаемся очень активно, очень много. Это лично наш опыт. Но она помог. Очень активно, очень много и очень конструктивно. Вот. И сразу сюда присоединю. Я ее далеко от себя не отпускал, Машу. Я ее поселил рядом, через соседнюю... Соседнюю квартиру. Соседнюю квартиру, короче. Вот. Маше, в принципе, в тот момент негде было жить. Но она могла где-то снимать. Могла жить в другом конце. У родителей. У родителей в другом конце. Не факт, что мы так часто бы ездили друг к другу. Я подумал, что это будут у нас некоторые сложности. Я такой достаточно в тот момент посильненький был. Маша... Ну, я вот чувствовал, что надо чаще встречаться. Вот прям понимал. А то мы как бы отдалились бы, возможно. Вот это наш опыт. Но я понимал. Не надо терять. Вот как бы раз человек рядом, держи рядом. Вот. И мы постоянно каждый день общались. Вместе готовили. Что мы делали? Вместе катались на велосипедах. Посчитала. Общались. Мы, условно говоря, если 30 дней умножить на 14 часов вместе, это 140 часов. И если это разделить на, допустим, что люди несколько раз в неделю встречаются, то это как раз год. Ну, так-то люди не могут, наверное, каждый день себе позволить встречаться. А мы с утра до вечера просто расставались только на сон. Реально. Это нам помогло. Мы, конечно, ну, во многом там, нам тяжело воспринимается вот эта тема про то, что нужно общаться год, потому что это реально очень много. Тем более для взрослых, зрелых людей. Мне там было 27, кости 32, 31, 32. Ну, да. Поэтому нам казалось это как-то странно все. Как-то, в общем, не хотелось. Но, тем не менее. То есть, видишь, да, мы общались каждый день по 14 часов. Да. И, в общем, да, сразу скажем, до того, как я сделал предложение, прошел один месяц после вот второго знакомства. Один месяц. И еще месяц мы ждали ЗАГС. То есть, через два месяца мы помечались. Вот. Это не призыв делать так же всех. Это просто наш опыт. Наш. Но для нас он был показательный. Нам времени больше не нужно было. Вот. Давайте я скажу. А узнал я что-то о Маше новое, чего я не узнал за один месяц? Нет. В принципе. В принципе, ничего нового о ней не узнал. Увидел какие-то хорошие черты. Увидел, что мне не понравилось. И примерно после свадьбы я увидел, что мне не понравилось. Ну, просто более активно это произошло. Ну, потому что мы расслабились после свадьбы. Это логично. Вот. То есть, я видел, к чему мне готовиться. То есть, за один месяц мне стало все понятно. Вот. Я не призываю вас так делать. Но я тоже не очень понимаю, как целый год можно ходить даже за ручку, не трогаясь. То есть, да. Нет. Ну, если, наверное, встречаться. Ну, если встречаться редко. Да. Раз в неделю. Ну, это какая-то странная мотивация тоже. Ты же стараешься человека вызывать. Ну, может, работы много. Много работы. То есть, все бывает по-разному, друзья. Но активный вот месяц знакомств нам вот лично хватило. Вот. И, конечно, я вот что очень важно. Я советовался с батюшкой. Вот. Правда. Меня просто батюшка спасал. Он был мне как отец. У меня отца не было. И я батюшке, которому постоянно у него исповедался, мы с ним общались на тему семьи. И по поводу даже предложения уточнил. А не быстро ли я это делаю. То есть, я хотел понять, что мой выбор трезвый. Что я мыслю как-то, ну, не в состоянии влюбленности и в состоянии поскорей бы. Нет. Чтобы выбор трезвый. Поэтому я советовался с батюшкой. Мне он очень помог. Поэтому искренне желаю. У кого хоть какая-то есть возможность, советуйтесь. Вот. Батюшка, слава Богу, спасибо вам. Вы мне очень помогли. Вот. И... Ты хочешь что-то добавить? Я пока на пятом пункте. А, на пятом пункте? Ну, я уже на десятом. Вот. Можно я? Да, давай ты. Что у меня ещё работало? Я... Ну, у меня и так не всегда было. Но я начала с какого-то возраста доверять своему папе. У меня... Ну, с мамой не такие прям доверительные общения. А с папой прям вот я прям сутками готова с ним была общаться на тему семьи. И так сложилось, что... Ну, точнее, я так... С Божьей помощью складывалось. Что у меня получалось всех с Костей... Фу, с папой знакомить. Ну, как знакомить. Хотя бы просто, чтобы он, ну, знакомых, друзей, с кем я гуляла, там, общалась. Какие-то ухажёры, кавалеры, или просто друзья. Чтобы какую-то обратную связь. Вот у меня... Ну, мне сложно. Я такой человек, что мне... Я как бы догадываюсь, что... Что у меня внутри. Но мне не всегда легко сформулировать. Поэтому мне нужна, как бы, обратная связь от человека, который меня любит, который духовный, который, там, опытный в семейной жизни. И Костя дал очень... Папа дал очень такую чёткую обратную связь по поводу моих чувств Кости. То есть, помог мне сформулировать, как на самом деле обстоят дела. И, конечно, это была позитивная обратная связь. И я почувствовала, что это действительно так и есть. Вот. Поэтому я вот доверяла к своему папе, если бы он, как бы, ну, как, в принципе, и было с другими молодыми людьми. Он как бы... Ну, как-то... Ну, так было. Я понимала, что что-то здесь не дотягивает до того, чтобы прям вот я могла с уверенностью сказать, да, я с этим человеком готова там прожить всю жизнь, и у нас брак сохранится. Да. То есть, вот, именно по поводу нас с Костей, вот, у нас как-то всё совпало. То есть, мы реально очень во многом подходим друг к другу. И, кстати, это только сейчас во многом раскрывается. То есть, тогда невозможно было осознать, насколько мы вот как бы вот как пазл, да, вот где у меня горбинка, у Кости выемка, где у Кости горбинка, у меня выемка. И мы как-то друг к другу просто вот прям вот... Ну, Господь ещё управляет, конечно, венчание, благодать очень сильно много даёт. Но вот насколько вот эта вот гармония, она, ну, она очень как бы сейчас только раскрывается. Её тогда невозможно... Её тогда только интуитивно получалось видеть. И благодаря вот тому, что мне папа помог осознать, что Кость вот человек, с которым я смогу создать семью гармоничную. А добавлю можно прям к этому быстро? Я очень быстро добавлю такую мысль, продолжу Машину, что вот на самом деле-то, как пазлы, мы начинаем быть похожи друг к другу уже в браке. То есть, мы начинаем узнавать друг друга, помогать друг другу, проживать всё это. И вот уже мы превращаемся в пазл. Дополняем друг друга, где нужно дополнить. У нас интересы появляются общие. Всё по-другому становится. Вначале так не было. Вот что очень важно. Именно в браке ты понимаешь, какие вы похожи. Да просто потому, что вы в браке, вы становитесь похожими. У вас просто... Вы всё вместе делаете. Вот. Ну вот я лично сам это так чувствую. Ну и как важную мысль сказал, тоже отец Андрей Долгополов говорил, мне очень нравится эта мысль, что... Мысль такая, что чем больше в человеке любви, тем с большим, как бы, количеством людей он может создать пару. Вот. Ну мысль его немножко, может быть, по-другому сказала, что почти со всеми настоящий христианин может создать пару почти со всеми. Вот. Я в это верю. Это очень важно. Это реально так. То есть чем больше в нас любви, тем с большим количеством людей потенциально мы можем создать пару. Может быть, и мы с тем большим количеством людей у нас сходится. Потому что человек, который у него открылось, хотя бы немножечко сердце для любви, такие же люди ему встречаются. А тот, у кого открылось сердце для любви, у него не получится ничего с тем, у кого сердце закрыто. Вот хотя бы немножечко просто вот открылось оно, и это помогает. А где есть любовь, там же есть все добродетели, там и много терпения. И ты другого человека, что-то у него не то, а ты его терпишь, а он тебя. Поэтому это очень важно прям. А чем меньше в человеке любви, тем меньше потенциально, кто ему вообще нравится, кто с кем он может создать. Просто потому что, ну знаете, это очень показательно, когда, например, там, с кем-то вот человек просто не может вообще никогда ужиться. Ну вот, наверное, ему тяжело создать семью. Он просто не может ужиться вообще с людьми. Так, Кость. Да, ладно. По пунктам. Все, вы поняли, друзья, мысль понятна. У тебя есть следующая мысль? Как открыть сердце для любви? Ну вот я до этого, по-моему, рассказывала, я ничего не рассказывала. Мы как-то можем по пунктам пойти? Давай. Ты же сама смотришь, что там вопросы. Я не про это. Я про то, что ты очень много рассказываешь, что так не закончил. Да, простите, друзья, прям не мог сдержаться. Костя просто очень хочет поделиться с людьми. Ну, собственно, наш проект, он родился из-за того, что у нас переполняет это, то, что мы хотим как-то помочь молодежи. Да себе я искренне хочу помочь 25-летнему. Он не может уже просто рот закрыть. То есть настолько человека переполняет эту тему, вот настолько мыслей, столько идей, что как бы реально хочется говорить, говорить, говорить. Поэтому если я тут его оставлю на три часа, это точно будет. Это как Иосиф, который у нас проводит Иванович Вечтение. Только Костя готов делиться просто мыслями на тему создания семьи. Вот. Такие вот у нас ребята прекрасные. Так, значит, что мне еще помогало? Я убрала все запросы и требования. Погромче, так всем пришлось и слушать. Кроме душевных качеств. Мне не было, ну, вот в тот момент, когда мы встретились с Костей, уже не было. До этого было. Не было никаких финансовых требований по поводу того, как мужчина должен, сколько должен зарабатывать, сколько у него должно быть денег. Там, я не знаю, должна ли быть у него квартира, какие у него перспективы. Но, очень важный момент. Я про себя расскажу. Когда мой близкий друг духовный увидел Костю, ну, Костя просто сейчас так хорошо выглядит. У Костя там, ну, потом расскажет немножко, да? Сейчас так хорошо. Ну, скажи правду. Ну, в общем, то есть на первый взгляд казалось, что ничем не примечательный парень. Ну, для многих, наверное. В принципе, такую обратную связь девушке, которой Косте нравились, они и давали. Но мой друг сказал, ну, ты прозорливая. То есть я понимала, что мне важно разглядеть не то, в какой точке сейчас человек находится, а его потенциал. Но этот потенциал тоже разглядеть надо. Вот здесь, конечно, сложно. Здесь вот молитва помогает, и вот тот путь, что я прошла, и начала шанс давать, и мне Господь сердце этим открыл. Вот. Кто не слушал, просто чтобы не повторяться, можете в начале беседы где-то там послушать. Про то, каким образом я начала давать шанс. Если кратко, то давать шанс дала после того, как папа мне сказал, что я пропускаю хороших людей мимо себя, и я начала общаться, несмотря на то, что мне казалось, что это не мой человек. Вот. И к тому моменту, когда мы встретились с Костей, я уже была готова через, как бы, свои там ложные установки всякие пробиться через них и увидеть истинное, ну, каков человек на самом деле. Собственно, вот в браке Костя и раскрывается. Я понимаю, что вот с Костей это просто так явно проявляется, что нехорошо мужчине быть одному. Ему нужна женщина рядом. Ну, и женщине, конечно, тоже мужчине нужен, но женщина как-то, она более эмоциональная, она как-то меньше закрывается от мира, от людей, а мужчина, он как-то в себе, в себе там весь занят своими делами, и это было неестественно для Кости очень сильно. Вот. Да, и ещё хочу добавить, что, конечно, можно заниматься своим делом, там, бизнесом, работой, зарабатывать много денег и всё время своё тратить, может быть, там, ещё на что-то, но без семьи нельзя, не знаю. Это не только мои мысли, в принципе, вот с кем мы общались, большинство семейных людей, мужчин, так и говорят, что, ну, странно, вот, без жены. Ты раскрываешься как мужчина? Да, я думаю, в семье. Это правда так. Да, Маш, продолжай. Сейчас. Тут другая. А, хорошо, я пока продолжу, у меня есть шанс. А, ещё очень важно, друзья, хотел сказать, вот начинают встречаться же люди, мы тоже встречались, и возникают какие-то непонимания. Вот что я делал раньше. После каких-то серьёзных непонималей, конфликтов, я делал так. Хм, ну, человек немой, значит. Он думает вообще по-другому. Всё, я немножко охлаждался к нему. Мы не расставались, я уже охладевал. Вот, ну всё, мы по-разному думаем. Ну всё, нам, наверное, не по пути. Вот, я думаю, что это тоже часто не так. Просто нужно правильно, на мой взгляд, конфликты проживать. И просто понять конкретно, в чём конфликт. Что вы так думаете, разобраться в этом. В общем, это не повод расставаться. Мне кажется, очень много, ты знаю сам по себе, когда пары расстаются до венчания, вообще до предложения. Просто потому, что у них что-то не так начинается. Какие-то конфликты. Вот, вот что-то не то. Ну так разбирайтесь. А когда будет семья, тоже будет что-то не то. Будет очень много конфликтов. Ну, всех по-разному. Но всё равно будет. Поэтому я думаю, что очень важно не разбежаться в этот момент, а проявить мужчине хладнокровие. Вот это я за мужчину говорю. Хладнокровие, спокойствие, рассудительность. А не на эмоциях. Вот просто если мужчина будет действовать на эмоциях, это странно. Она там что-то со мной спорит. Вообще не смиренная. Всё, извини. Это просто важно было сказать. Ты пока отвлеклась. Шипит, друзья, к сожалению. У меня айфон такой, что у него один только вход. Либо наушник, либо зарядка. Поэтому кому шипит и мешает, можете зайти в Инстаграм. Ссылочка у нас в ВКонтакте на страничке. Это временно. Но Инстаграме удобней. К сожалению, простите. Нет, шумит. У меня телефон почему-то сломался. Не понимаю. Да, этот телефон плохо работает. Так что. Переходите в Инстаграм. Следующий пункт, который мне помог на моём пути к семье. Я не боялась боли и ошибок. Так как это даёт возможность быстро двигаться к цели. Что значит ошибок? Ну, то есть я училась на собственном опыте. Поскольку у меня не было человека. Там не было родителей, которые приняли бы ко мне мужа и сказали, вот это твой человек. То есть я как бы наломала дров. Я там влюблялась безответно. Думала, что это моё. И так далее. Или наоборот общалась с людьми, которые совсем оказались для меня неподходящими на протяжении нескольких месяцев. Это выяснялось. Но я не боялась одновременно и ранить. Речь не про агрессию. Молодой человек, Пётр, никакая агрессия. Причём здесь речь о создании семьи. Слушайте, и вы поймёте, о чём речь. То есть я одновременно не боялась ранить. В плане того, что я понимала, что это для меня позитивный опыт общения с любым человеком. И для мужчины, с которым я общалась. То есть я с женихом или просто знакомые друзья какие-то. Потому что мы растём друг с другом. Любое общение это как бы необходимо для того, чтобы человек понял в конечном итоге, кто ему нужен. Потому что мы часто совершенно не то себе воображаем, что реально оказывается нам положено. Следующее, то, что мне помогло. Я не привязывалась почти до того, как нам возложили венцы на голову. Так как воля Божия могла проявиться в любой момент довенчания. То есть я до последнего понимала, что если Богу не угодно, значит пусть оно проявится и не будет семьи. Потому что что я могу сделать, если мне очень-очень надо, а Господь не благоволит к тому, чтобы мы были вместе. Он по молитвам, если человек реально упорствует, может допустить то, что ты создашь семью с этим человеком. А потом будешь мучиться. Я знаю, о чём я говорю. Потому что реально очень надо быть осторожным в том, что ты страстно желаешь с каким-то человеком обязательно создать семью. Я вот отпускала ситуацию во многом с Костей. У нас были какие-то там разногласия, недопонимания. Я, конечно, привязалась к нему в какой-то степени. Но эта привязка была такая, что я понимала, если Господь сейчас явит какие-то свои там... Ну если Костя уйдёт и решит, я там не буду его за ноги привязывать. Вот, поэтому тяжело не привязываться, но это формируется тоже из пути. Понимаете, вот, к сожалению, никакой вот наш там тезис, наш принцип, который мы использовали, он никаким образом не работает отдельно от другого. То есть это этапы, это... И также от другого у него. Например, если бы он не шёл мне навстречу в моих там выражениях, в моих принципах, да. То есть это как взаимный процесс. Помимо того, что ты сам должен развиваться, ещё и человек должен тебе как-то отреагировать на твои адекватные как бы действия. Поэтому здесь очень важно адекватно оценивать себя. Можно дополнить прям к этому быстренько? Я тоже, друзья, старался не привязываться. Правда, это вот очень важно. Старался не привязываться. И как отец Максим Первозванский, он сказал, что надо делать. Кое-что он сказал. Он говорит, поменьше мечтайте, поменьше думайте, как у вас всё будет красиво, как вы там вместе, какая вы пара. Отец Сергий. Какие вы, как вообще классные вы, как подходите друг к другу. Поменьше мечтайте. Это не мой совет. Отец Максим Первозванский на нашей беседе вот говорил в мужском разговоре. Но это реально так. Вот я старался почти не думать об этом. Вот что есть. Есть у нас встреча, встречаемся. Есть общение, общаемся. Но лишнего ничего не думать. Это первое. И второе очень важное. Думаю, многие меня поймут, поддержат. Мы вот любую физическую какую-то близость, вот старались вообще как-то вот не приближаться. Даже за ручку там не держаться, не целоваться там. Да, Маш? Вот старались, вот чтобы этого не было. Потому что и благодаря этому, слава Богу, вот телесно не привязывались. Потому что если бы телесно привязались, тогда мы не смогли бы, я бы не смог сделать здравое, трезвое предложение. Потому что оно было бы заточено, то что я очень привык телесно уже к этому человеку. А не потому что я реально понимаю, что мне с этим человеком спасаться нужно. Поэтому вот это прям, мне кажется, очень важно. Телесно максимально до принятия решения и вообще до венчания хорошо бы, ну как минимум до принятия там, это вообще, до венчания, не приближаться. До венчания. Ну в смысле за ручку даже, целоваться. Ну короче не нужно, это не поможет. Не поможет. Это может сильно вам навредить, вот факт. Вот ну из своего опыта уже прошлых встреч. Вот ребята поддерживают прошлых встреч. Батюшка, главное, поддерживает. Майфилософия, это батюшка, отец Сергий. Это реально так. Не надо этого делать. Вот старайтесь прям. Да, первый поцелуй должен быть нам в воне. Ну это так. Вот это, это не всякие там загоны. Это просто реально работает. Если вы делаете по-другому, то вы можете сильно ошибиться. Просто ошибиться. Вы будете год там встречаться, и не поймете, надо принимать решили, не надо. Потому что подключили еще физику, тело. В общем... Сейчас, секундочку, можешь направлять? Сейчас. Просто ошибиться. Вы будете год там встречаться. Не, ну терпимо, да? Не надо принимать решили, не надо. Да, друзья, кому шипит, переходите в Инстаграм. Это ВКонтакте, кому шипит. Вот. Нравится должен физически. Да, физически мне нравился. Это без сомнения. Ну, я еще, конечно, считаю, что физически должен привлекать. Иначе... Запах тоже важен. Запах. Вот здесь иногда нереально, ну, человек гормонально, может, люди очень гормонально не подходят друг к другу. И какой бы хороший человек ни был, вот, да, у меня такое тоже было, но вот телесно как-то запах, вот что-то не то. Ну, все. Лучше сразу это понять и сразу дать отбой, чтобы лишний раз девушку не обнадеживать. Еще очень важный момент. Не обнадеживайте. Ошибка. Обнадеживать вообще человека не нужно. Да, Маша? Следующее. Я до Кости очень много знакомилась везде. Потом, потом. Не, я туда. Вопросы из Инстаграма присылайте в комментарии в Инстаграме к посту. Мы сейчас не сможем на все ответить. Мы сейчас идем по пунктам, с которыми мы хотели поделиться. Поэтому, если в вашем вопросе не отвечен, пожалуйста, прям запишите. Для нас это важно. Запишите их в комментарии к посту. Мы потом сделаем еще один эфир, наверное. Скорее всего. Вот. Я, в общем, реально мне очень помогало знакомство, ну, прежде всего, на азбуке. Об этом много разговоров. Что там интернет-знакомство это опасно и так далее. Кому-то опасно. Кому-то опасно и ни к чему не призываю. Но я просто знаю не меньше, там, 30, наверное. Костя, можешь мне курточку розовую принести снизу? Снизу. Которая нежно-розовая. Не меньше 30, наверное, пар, которые познакомились в интернете, на азбуке и так далее. Собственно, даже мой папа мой со своей второй супругой, с кем вот сейчас, слава богу, у них семья такая правильная, они познакомились вообще на мабе. Поэтому надо это использовать. Почему? Мне это помогло понять, какой человек вообще мне нужен. Потому что в начале пути моего поиска, я думала, у меня был один образ, в процессе другой. И в конечном итоге это совершенно вообще третья картина. Сказать мне 10 лет назад, поставить кощу и сказать, это будет мой муж, я бы, наверное, не поняла даже, как это возможно. Потому что у меня были другие установки, другие взгляды, другие требования, другие образы внутри. Вплоть до того, что я думала, что обязательно муж должен быть высокий, большой, крепкий. Ну да, вот, то есть, как бы это такая бельберда в голове. Это реально очень мешает человеку. Любые фильтры там на тему того, какой он должен быть, как он должен выглядеть, чем он должен заниматься, сколько он должен зарабатывать. Да любое. Это просто мешает тебе увидеть человека в человеке, увидеть того, кто тебе реально подходит. О чем здесь речь? Интернет, это способ, интернет-знакомство, это способ лучше понять себя. Поэтому ни в коем случае нельзя это как бы использовать как самый эффективный способ создать семью. Нет, но это может вам помочь на этом пути, потому что, ну, девочки там пишут, о, мне все время какие-то странные, непонятные парни встречаются. Ну, это тоже этап. То есть, если тебе постоянно, каждую встречу встречаются какие-то совершенно несоответствующие на роль мужчины, мужа, отца люди, то, возможно, Господь через это тебе хочет что-то сказать. Либо ты в них не видишь что-то лучшее. Поэтому надо пробовать, вот как бы, где знакомиться. Ну, хотя бы с этого начать надо. Сейчас вот с карантин вообще нигде не познакомишься. Но это все закончится, дай бог, и будет возможности. У нас мероприятие проходит в других молодежных организациях. Куча мест вообще, где можно встретить человека. Но тут же важно еще, место определяет мотивацию, да. То есть, чем более направленное на создание семьи место, тем больше шансов, что там встретитесь и замотивированы на тему создания семьи человека. Поэтому, если у него в анкете там написано, да, я хочу создать семью и готов все для этого делать, то, наверное, это и определение того, что человек готов, чем ты будешь ходить бесконечно по молодежкам, и никто не будет тебе там, на тебя реагировать. Но мне батюшка в свое время один говорил, сходил в одну молодежку, там, один-два раза сходил, и никто не понравился, иди в другую. Я, в принципе, в какой-то период так и делаю. Это тоже помогает, потому что, ну, смысл засиживаться в одной молодежке, как бы там два-три парня, которые тебе интересны, если они как бы мне обратную связь тебе не дают и не продолжают там чего-то, не ухаживают за тобой, что тебе сидеть-то там бесконечно два года, там, ждать от них каких-то действий. Да-да, нет-нет. Вот. Второй, значит, какой-то, уже десятый пункт. До Косси, ну, Ива, вот когда мы начали общаться с... А, ну, нет, именно до встречи с Коссей я общалась одновременно с четырьмя молодыми людьми. То есть это были не мои, там, не мои избранники, они предложения мне не делали, ещё далеко очень до этого было. То есть мы просто знакомились, узнавали друг друга, вроде их было четыре, ну, примерно, то есть три-четыре, там, точно не помню. Мы не очень регулярно общались, но мы были на связи. И, то есть мне они были интересны, я им была интересна, но не было такой ситуации, что я обязана была, или они мне были обязаны. Тут, как бы, это, на самом деле, такой момент, что это, естественно, на самом деле происходит. Почему? Потому что ты, ну, это дальше я об этом говорю, ты сияешь, тебе все интересны, и ты всем интересен. А как вот по-другому, может быть, ты что, должен отвергнуть человека? Нет. Ну, конечно, когда мы с Костей встретились, все как-то рассеялись. Собственно, вот молитву, которую отец Ильи дал моему близкому другу, когда у него вот такая ситуация выбора между одним человеком и другим была, он сказал, батюшка, молись, Господи, отсеки, что не мое. И это, конечно, страшно молиться так иногда, когда у тебя уже там какие-то чувства, привязанности, но действенно. И я молилась так, и вот Господь управлял, все как-то разворачивалось, само собой, и не складывалось. Вот. А когда Костя пришел, конечно, резко очень все поменялось, то есть я просто забыла обо всех, просто я поняла, что... Ну, сказать, что это прям... Что это было? Ну, это были какие-то, как папа мой сказал, у тебя очень искренние чувства, как вот он сравнил это с юношеской моей первой влюбленностью. Мне там было лет, не знаю, 13-14, может быть. Это был мой тренер по сноуборду, и я там, он был старше меня, это были такие мечты там, ну, чего-то, конечно, нереалистичное, но это вот первые чувства, вот эти искренние такие, это похоже было. То есть вот... Вот. Так что... Да, можно дополнить просто момент там про предложение, и вот как я его сделал, понял, что мне его надо делать, что она та самая единственная. Ну, мне кажется, это важный момент, что я испытывал. Я испытывал вот просто некую спокойную уверенность, что Господь нас не оставит, что мы действительно должны быть вместе. По пунктам. Да, это прям по пунктам. Потому что у меня дальше это будет, а ты бережишь вперёд. Ну, сейчас я уже сказал, ладно. И вот это спокойствие для меня очень было важно. Вот. Батюшка одобрил, ну, как бы, мой порыв, такой позыв. Мне это было достаточно. Сомнения были, как бы, но просто была спокойная уверенность. Вот. Это важно. Я просто думал, ты это не скажешь. Да. Следующий мой пункт. И я в определенный момент, ну, прошёл месяц, и, условно говоря, разговор был такой. Кость, вот мы за месяц с тобой, ну, посчитайте, да, 140 часов. 140 часов провели, это мы перевели на год, это получается несколько раз в неделю встречаться по несколько часов. Собственно, я для тебя с другой стороны какой-то лучшей не покажусь. Возможно, я сейчас начну напрягаться как-то, и наоборот, хуже, мои какие-то худшие качества начнут проявляться. Вот, батюшки, там, многие говорят, нужно, там, год, полгода встречаться минимум. А я как-то себя сейчас не вижу в этой ситуации, что мы с тобой, так вот, как муж с женой, я, там, готовлю уже, ухаживаю за ним, там, а смысл, какой мне дальше тянуть резину годами. И как-то вот, ну, я при этом не давила, я как бы, да-да, нет-нет, вот прям вот абсолютно. Очень важный момент, который следующий, я там обозначу ещё, вот, то, о чём Костя говорит, что как бы не было такого прям, вот, всё моё, да. То есть, просто вот, либо идём, вот, как-то мягко оно само по себе складывается, либо нет. А зачем придумывать какие-то, там, на себя стандарты другие вешать, которые тебе, там, посоветовали, но если ты в сердце своём понимаешь, что, как бы, нет никакой причины тебе дальше это затягивать, вот, с учётом того, что ты уже провёл, там, очень много времени с человеком, вот. И ещё важный момент, почему мне, я позволь, ну, как бы смогла вот этот разговор завести, после которого, собственно, и было предложение Косте, он позвонил батюшке, да, скажи. А, ну, я позвонил, и мне нужно было просто посовещаться, потому что, ну, во-первых, везде написано про год, и все говорят про год, а прошёл всего месяц, я уже хочу предложение делать. Ну, какой-то нестандарт. Чё тут не то, думаю. Ну, и как бы я с батюшкой своим говорил, ну, он говорит, ну, там, подожди, там, там, хотя бы через полгода, там, подумаешь о чём-то решении, там, ну, до Рождества, типа, посмотри, как, чё будет. Ну, я думаю, ну, до Рождества, там ещё долго у нас. Вот. А тут мне через месяц уже предложение хочется делать, ну, как бы, а чё дальше-то, чё с ней тусить, я не знаю, вот, она живёт у меня через личную клетку. И чё он с ней делает-то до Рождества? Я то же самое, что ли? Вместе готовить? Так это мы уж семья будем. Как бы, я не понимаю, чё с ней ещё делать? На танцы водить, что ли? Ну, как бы, можно же поскорее, как бы, вот. И, да, я созвонил с батюшкой, и как-то мне батюшка просто помог понять себя лучше. Вот, что это важно было. Не знаю, может быть, у вас есть друзья такие, может быть, у вас есть родители или родные, кому можно позвонить и просто посовещаться и посоветоваться. Вот. Да и он, как бы, мне просто дал понять себя. Ты уверен в своём решении? В целом, да. Чувствую. Вот, сердце говорит, на это решение оно откликается миром. Вот, для меня это был факт. Вот, я думаю, если я сделаю так, мир. Если я не буду предлагать мне что-то уже не мирно, надо предложить, значит. Надо сделать предложение. Вот, сердце суда идёт. Оно говорит, мирно. Вот, для меня это было фактором. Это, друзья, делюсь просто своим опытом. Никому ничего не знаю, но вот у меня так. А вот, Маша, можешь дальше говорить? А то я тут разойдусь. Да. И этот разговор я завела на тот момент, когда я ещё не привязалась. Ну, это прям как бы, то есть для меня важно было исполнить, ну, то есть вот это моё сопротивление. Ну, человек, конечно, мучится, да, всю жизнь свою настроить таким образом, чтобы всё-таки, прежде всего, волю Божию исполнять, да. Но, конечно, когда к чувствам, когда твоим решением примешиваются какие-то чувства, тебе порой сложно принять это решение. Поэтому я этот разговор завела тогда, когда я ещё не привязалась. То есть я не допустила затягивания, когда я уже привязалась, а он ещё не определился. потому что началось бы давление с моей стороны, страх потери. Я бы начала меняться, потому что у меня из-за этого нервишки, как бы, да, женщина в напряжении, что когда же, когда же он сделает мне предложение. Оно тут важно быть искренним, если ты реально, тебе некомфортно уже вот в этих отношениях, которые мужчина, как бы, да, ваш, ну, ваш близкий там человек поставил, да, надо искренне разговаривать там. Я вот волнуюсь, ты как бы чего ждёшь? Ну, для меня это было важно, потому что я такой человек, мне мало надо времени, да, чтобы осознать, насколько я готова с этим человеком быть. Плюс ещё я, как бы, имела возможность советоваться с близкими людьми, и мне отец там дал позитивную обратную связь по поводу Кости. Меня ничего не останавливало. Единственное, что меня могло остановить, это вот воля Божия. Но, как бы, она могла в любой момент проявиться. Она не проявилась до венчания. Поэтому вот это тоже очень важно. Ты что-то по этому поводу хочешь добавить? Ну, по этому поводу я сказал. Там спрашивают интересный вопрос. А кто у нас главный? Говорит, Маша главная. Или Костя главный? Кто у нас главный? Интересный вопрос, да, задают подписчики? Это же всех мучает, да? Она мне что тут сказала, такая, типа, главная тут, да? Типа, всех это волнует. Вот что-то мне сказали, я, типа, не главный, да? Парню же обидно, ему сказали что-то там наперекор. Он не главный, и все, значит, не жениться на такой. Давайте вопрос затронем. Он такой сложный, знаете, потому что я как-то самому отцу, он очень мудрый человек. Ну, хороший вопрос. Даже ребята хотели пригласить, чтобы мы его пригласили на беседу, но он такой закрытый, и он никогда не согласится, наверное. Я его спросила, почему, ну, патриархат, это же как бы вообще вершина, там, необходимости, да? Каждый человек хочет, чтобы это было в полном соответствии с тем, как это должно быть. Он говорит, ну, почему-то его нет, почему нет этого патриархата сейчас. И он говорит, мозгов не хватает. Я говорю, кому? Обоим, обоим не хватает мозгов. Женщина вовремя не может остановиться, что-то такое сказала, да? Мужчина до этого, может быть, до этого что-то не то сказал или отреагировал. То есть вот патриархат, он рождается в моменте. Поэтому есть ли такие ситуации, в которых я и Костя, я нарушаю патриархат, а Костя создает отрицательные условия для этого? Есть ли условия, в которых идеальная патриархальная семья? Маша послушалась, Костя рад. Да, потому что патриархат это то, к чему мы должны стремиться. То, что формируется на протяжении, наверное, чем меньше смирения в женщине, чем меньше смирения и любви в мужчине, тем дольше это происходит. Но мы, конечно, понимаем, что так должно быть. Всегда ли так? Нет. Нужно ли из этого трагедию делать? Вот. Ну что, говори. А мы дальше поехали. Ты все хорошо сказал. Ну, по поводу того, что патриархат это необязательный, на что не настаиваем. Но в Евангелии об этом сказано. Мы руководствуемся этим, потому что... Нет, ну да, друзья, я хочу добавить, за муж, конечно, выходит жена, за муж. И, конечно, все должно быть по Евангелию. Друзья, согласен, жена всегда слушаться должна. Но, друзья, тоже не забывайте, что такие сейчас, ну, женщины, они... Хорошо. Ну, давайте сначала женщины начнем. Они работают сами, зарабатывают большие деньги, отвечают ответственность за многие процессы. То есть, берут на себя ответственность большую. То есть, они... Ну, давайте по факту. Женщины становятся... Некоторые, не могу за всех говорить, некоторые. Мужеподобные. А мужчины становятся, соответственно, женоподобные. Ну, увы, это факты такие. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому я думаю, что нужно просто учитывать то, что порой девушке не всегда получается слушаться. Вот я ей сказал, но у нее не получается сейчас. Она, может, хочет. Она понимает, в Евангелии так написано. Но у нее не получается. Ты же хочешь. Скажи, ты хочешь меня слушаться? Согласись? Она реально... Я знаю, что она хочет. И вот для меня было очень важно, что она понимает свои слабости, понимает, что она хочет слушаться там и так далее. Это важно, да? Ну да, я понимаю свои ошибки, понимаю, осознаю это, анализирую. У меня с анализом это все в порядке. Другое дело, что ты не всегда владеешь собой. Владеет собой только святой человек. Да? Стремлюсь ли я к этому? Стремлюсь. Сколько времени на это уйдет? Да, ну и также про себя хочу сказать там, про мужчин. А мужчины тоже. Ну не всегда. Мужчинам получается каждый час в течение дня быть мужчиной. Прям вот всегда. Таким, что прям за ним шли его, слушались. Прям вот... Прям искра из глаз у меня. Сказал. Нет. Ну так, да. Это не мужчина. Ладно. Ну, что прям вот за все отвечаю. Все беру. Всегда. Так люблю, что она не может. Всегда люблю. Причем всегда. Да не, мы не зациклили. Просто интересная тема. У нас пост про женщин, которые сейчас управляют. У нас больше всего комментариев набрал. Тема просто нашла. Да, больная тема. Вот. Ну, мужчина не всегда может быть прям вот таким мужчиной. Так, давай. Да, вот просим дальше. Поэтому все нормально. Поехали дальше. Давай, Маша. Вот мы как-то беседу в Лахерах проводили, ну, точнее, общение молодежи и выписывали страхи людей, почему они хотят, но не создают семью. И самое популярное слово, как вы думаете, какое было? Какое? Причина, как вы думаете? Слово просто напишите. Какая причина? Какое слово? Давайте, друзья, напишите. Миссионерское братство. Да, спасибо. Также и женщинам нужно быть снисходительнее к мужчинам во многом. И мужчинам снисходительнее к женщинам. Ну, взаимоснисхождение. И это просто страх, страх, развод. Супер. Супер. Это прям вот точку. Вот удивительно, да? Не нравится еще. Вот они. Страх. Страх. Боюсь. Это прям вообще просто через все проходило. Через всю беседу. Чуть ли не у каждого человека я боюсь там развестись. Я боюсь, что дети родятся в такое время смутное. Я боюсь там, что она, моим характером там не сойдемся, мне будет сложно. Я боюсь, что страх, 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 страх. Как бы да, но это же с этим разобраться надо. Да, у меня такое тоже было. Я реально советую каждому человеку разобраться. Во-первых, об этом важно исповедоваться. Вот очень важно свои вот эти вот... Кажется, что это странно. Вроде мы должны исповедоваться там по книге. Но то, что у нас внутри как бы какая-то заноза. Да, страх это же ненормально, правильно? То есть мы... Господь нам все даст, лишь бы мы только там с Ним были. И Он благоприятным образом все устроит, в каких бы условиях мы не находились. Вот. Поэтому я... Меня вот реально вот Господь дал какой-то период. Вот этот там полгода до встречи с Косей. Я это в себе, слава Богу, вот Господь выстроил. Я не боялась ошибиться. Почему? Потому что если Господь довел меня до венчания, значит, это мое. Как еще может быть? То есть если я до этого никак определенные принципы не нарушала, я не наставила на своем, упрашивая Господа, пожалуйста, дай мне этого человека, я хочу только с ним буду счастливым. Если я не нарушала благословение родителей, например, если мне там родители вообще сказали, там, все, стопудово это не твое, и там, ну, разумные родители, духовно не говорю там о том, что это какая-то может быть зависть или ревность, такое тоже очень часто бывает. Еще какие-то ошибки не делал, то почему, если Господь вот так все ровно вел, и вот оно венчание, как я могу ошибиться? Есть ошибки? Есть. Ну, мы как-то одну женщину в эфире, там, Наталью Москвитину спрашивали, ошибка ли это, она говорит, нет. Мне той нужно было пройти именно этот опыт, потому что, как бы там ни было, Господь милостив, Он покрывает, Он все наши ошибки сглаживает, и мы можем начать новую жизнь, конечно, это в условиях там канонических. И прям коротко добавлю, что как раз у меня тоже просто было, друзья, много страхов, прям поделюсь, там, я думал, что у меня там здоровье плохое, и, к сожалению, девушка, которые мне нравились, это не поймут, не воспримут. Вот в Маше я сразу увидел мудрость, понимание, она это приняла, я понял, что вот есть, ну, как бы девушки, для которых это не причина, поэтому вот было много страхов, и вот, слава Богу, вот монастырь, вот я помню это чувство в монастыре, когда мы встретились в Оптиной пустыне, у меня вот не было чувства страха идти дальше, вперед, пробовать, действовать, общаться. И также в течение дальше нашего общения, когда я молился, Маша молилась, вот действительно, я не чувствовал страха, слава Богу, Господь, вот у меня это убрал, не чувствовал сильных сомнений каких-то, сильных прям. Вот, слава Богу, да, давай, твоя тема, поехали. Ну, я уже немножко про это говорила, что установка внутренней и осознание этого, и то, что ты видишь, рядом с тобой очень много людей, хороших людей, что там? У меня глухо знакомы, замужем и дети. И вот этот путь привел меня к тому, ну, что я реальную красоту начала в людях и других мужчинах видеть. Ну, это как бы, ну, мне начали многие симпатичными быть. И у меня, как выразилась Надежда, у которой мы сейчас, кстати, живем, 40 лет в Браке, ты говоришь, она просто наблюдала и общалась там, кто-то приезжал из Москвы, мои знакомые, молодые люди, тем, с кем я дружила, кто-то вообще в Оптиной там послушалась на тот момент. Ты, говорит, на мужчин реагировала, как подсолнух. Очень такое точное выражение, когда ты как-то загораешься, и тебя глаза горят в хорошем смысле. Ты не страстна там, он мой, там, суженый, ряженый, я хочу с тобой создать семью. Нет, просто ты очень расположена к другим, и ты этим привлекаешь к себе других людей. Вот тут как бы может быть вопрос, да, я горю там на всех, а на меня никто не реагирует. Возможно, здесь надо разобраться, с чем вы горите, вы можете не тем гореть. И в каждом человеке я вот видела эти хорошие качества, за то, что можно было полюбить, и этим вызывало интерес всех людей к себе, потому что люди хотят быть услышанными, увиденными. И понятыми, чувствуют, что они интересны. А мужчины как этого хотят, им не так это нужно. И у меня на Костю, конечно, особенно загорели глаза. Я на тот момент уже общалась там с молодым человеком, как-то ухаживала за мной. Ну, как-то мы оба форсировали события, и ничего не сложилось. Но все равно на тот момент я интенсивно общалась с одним человеком. Приезжает моя мама в Оптину, и тут я с Костей хожу, она такая, это кто? Я, да так, знакомый. А мама потом мне говорит, ну, просто твои горящие глаза тебя выдали. Тут как бы не спрячешь это, это настоящее чувство, искреннее. Так, а что делать, если у кого-то не горят глаза? Ну, вот у меня тоже раньше не горели. Мы первый раз встретились же с тобой, у меня ничего не загорелось. Ну, мне было приятно, у меня сердце горело. Я это не распознавала, а глаза не горели. То есть сердце не давало возможности, глаза, ум не давал возможности глазам загореться. Да? То есть фильтры не давали. И поближе-то не слышно вконтакте. Вот. И, ну, конечно, вот этот переход, немножко переступать через себя, давать шанс хорошим людям. То есть вот чувствуешь хороший человек, дай шанс. Вот. Дальше. Я молилась преподобному Амбросию, чтобы он устроил мою семейную жизнь. Знаете, прям так вот дерзновенно, со слезами. Прям молилась. Батюшка Амбросия, устрой мою семейную жизнь. Или вообще жизнь, я точно не помню. Просто вот чтобы убрать мою жизнь. И вот вручала прям себя ему. Прям, вот, прям от всего сердца. Ну, не каждый день я, конечно, на Акафисты ездила. Но, может быть, раз в две недели все равно была там, в Оптиной. И рядом с ракой Амбросии Оптинского мы с Костей встретились. После Акафиста. Я могла не поехать на этот Акафист. Вот с течения обстоятельств. Вот когда ты молишься, когда ты Господу даёшь себя, вот это доверяешь, либо святому, либо вот напрямую Господу, вот у тебя жизнь реально начинает выстраиваться. Таким образом, каким ему угодно. Вот. Вот мы с Костей пообщались, вот он рассказывал, помолились вместе, на литергию сходили. И я задала Косте правильный вопрос. Вот очень важно девушкам понимать, что когда вы общаетесь с определённым контингентом молодых людей, если мы говорим это, православные люди, у них тоже есть свои какие-то особенности. Например, представьте, мужской мужчина не может себе представить, что он 5-10 лет живёт с целибатом, как это называется, один. То есть это неестественно. Они не могут себе, ну, как бы в большинстве случаев они как-то с кем-то встречаются, общаются. Понятно, как это происходит, да? А здесь у мужчины гормональный уровень падает. Это факт. Если он не находится в отношениях, ведёт целомудренную жизнь, у него по-любому не будет вот этого вот, ах, моё, ах. Ух, девчина, беру. Ну, если ему 20 лет, это другое. То есть поэтому и отец Павел Островский сказал, да, все эти нормальные мужчины уже давно женаты, уже там троих-четыре детей имеют. Почему? Потому что они в 20 лет создали семью. Если вы ищете себе мужчину там, который старше 27 лет, ну, вы вынуждены принимать некоторые обстоятельства. И там вот Аня спрашивала вопрос, а что если они не реагируют? Они какие-то, ну, как-то... Мороженое? Ну, не так она выразилась. Ну, реально нужно немножко расшевелить человека, дать ему позитивную обратную связь. Вот почему я задала этот вопрос? Он же дал мне определённые свои... Ну, немножечко открылся свои страхи мне, выразил там. Ну, скажи, какие... Девчонки, внимание, дело говорит жена. Что ты сказал на это? Ну, я просто по душам поговорил. И, что интересно, я по душам поговорил и увидел мудрый ответ на это. Это первое, ну, такое прям... Одно из первых, что мне сильно зацепило, понравилось Маше, например. Понимаешь? Меня зацепил ответ на сложный... На то, что... На сложный вопрос. Да. И какие у тебя были сложные? Ну, сложные, не скажу. Ну, не... Ну, что я скажу на такую-то... Да я же говорил там, ну, поздоровишь. Не, ну, сейчас просто, чтобы было в контексте диалога. Ну, какие-то страхи были, сложности. Ну, вот я там пять лет почти ни с кем, да, в принципе, не встречался. Ну, негативный опыт прошлый. Раз. Там, страхи по поводу здоровья. Что у меня оно не очень. Я не хотел напрягать супругу, например, этим. Там, что у меня работы... Ну, особо зарабатывал мало. То есть, обеспечивать семью не знал как. Ну, вот. А знал, что у Маши, например, она намного обеспеченней. Кстати, мы не говорили, вот Маша была намного обеспеченней до меня. Вот. Поэтому, ну, вот, что-то мне как-то сложновато было. И, короче, я вопрос семьи просто откладывал. Тупо откладывал, думал, ну, там, влюблюсь в кого-нибудь попозже. И пойдет что-то там. Влюблюсь и пойдет там само по себе. Вот. Ну, мудрый ответ просто вот понимание всего этого. Она сказала, что ей не важно, а финансовый статус, там, статус по здоровью, статус по квартире, статус по образованию и чему-то еще статус ей не важен. Вот, что я услышал. Мне я в эти слова влюбился. Девчонки, вот это прямо к вам, вам совет, не знаю. Вот реально, снимайте корону и встретите хороших парней. Ну, не таких, как я, не слушаю. Вот. Ну, прям корону снимайте, и мир открывается. А чтобы корону снять, во, важный, можно даже скажу еще? Сейчас мало времени осталось, и нам немножко. Прям быстренько. Чтобы снять корону, нужно себя увидеть. Как можно постарайтесь создавать такие ситуации со своей жизнью, чтобы увидеть себя. Какое вы гэ? Когда увидите себя, узнаете, корона снимется, и другого будете. Ой, ну прекрасный человек, я же гэ. А если я прекрасный, то это, ну, так себе как-то. В общем, да. Лайк, лайк, я тоже лайку. Мы с хорошим. Поехали дальше. Я, ну, в какой-то степени первая проявила интерес к Косте. Ну, сигналы какие-то, да. И Костя отреагировал. Но если бы он не отреагировал с какой-то моей, там, первой, второй, третьей попытки, я бы пошла дальше, что я и делала до встречи с Костей. Если мне нравился молодой человек как-то, ну, женщина дает понять, что она заинтересована. Ну, если вот топтаться на месте годами, как бы обхаживать его, там, ждать, что он вдруг там начнет действовать, это бесполезно. Потому что, как минимум, потому что ты время потеряешь. Может, он там через два года и очнется, но ты ли будешь на месте его жены, когда он очнется. Поэтому не надо вкладываться в людей, которые на вас не реагируют. Это вот мне прям очень помогло. Но, хотя, тоже ошибки были, я там, ну, реально заинтересовывалась. В людях много штала от них, там, они ничего не делали. Это вот прям такая женская бяка противная. Надо с ней как-то работать. Ну, да. Я наполню, Маша, это очень важно. Реально это работает. Девчонки, сейчас запоминайте, работает эта фишка. Проявляйте заинтересованность. Вот я был отмороженный. Сейчас много парней, вы сами знаете. Ну, увы, 30-40 лет тоже отмороженные. Ну, давно отношений нет. Просто холодные вообще. Льдышки просто. Поэтому проявляйте интерес. Реально, девчонки, слушайте. Что ты там говоришь? Инициатор девушка? А где же моё мужское начало? Вот спрашивают. Инициатор что? В отношениях девушка? А где же моё мужское начало? Я скажу. Девушка... Подожди, можно сейчас вопрос это? Как вы думаете, кто выбирает, женщина или мужчина? Не знаю. До сих пор. Кто выбирает, мужчина или женщина? Скорее отвечаем, друзья. Вопрос от Маши. Кто выбирает, мужчина или женщина? В отдельный пост постараемся, Екатерина. Женщина, говорят, женщина. Ну, вы женщина, а мужчина что скажет? Мужчина скажет, мужчина. Не, не, все по-разному скажут. Все по-разному, конечно. Я скажу, что мужчина. Можно М или Ж пишите. М или Ж просто. М же просто так интересно. По-разному бывает. Пока женщина больше. Собственно, мы опрос провозили. По-моему, там больше было. Ну, сейчас не буду время ваше тратить. В общем, там все склоняются к тому, что выбирает женщина. Что это происходит? Это не значит, что мужчина проявляет инициативу, женщина выбирает. Поэтому здесь очень важно понять, какой импульс она дает. Некоторым женщинам достаточно просто посмотреть на мужчину. Он как бы это считывает, понимает это. И в нем пробуждается мужское начало. А бывает так, что мужское начало спит. Ну, так складывается. Иногда не все прям самые брутальные парни там. Ну, что делать-то? И как бы задачу себе, что ли, ставить, самого брутального выбрать. Ну, тогда досидим буду старых выбирать себе мужа. Вот. Поэтому здесь как бы я лично себе не ставила эту задачу. Поэтому в мужчине женщина может пробудить мужчину просто. Вот такими глазами смотрите, слушайте его. Что ты говоришь? Ты вообще, ты там слесарь. Обалдеть. Да ты там можешь выточить из всего вообще все, что угодно. А реально это интересно иногда. Ну, это интересно. И он чувствует себя мужчиной. И она ему сразу нравится. Я ей, слушай, она оценила мои мужские качества. Да я мужчина вообще. Ну, реально это работает. Короче, женщине надо быть женщиной. Просто вдохновлять мужчину. Он сразу будет разогреваться и быть мужчиной. Проявляется мужское начало. Но не сразу. Может, подождать надо. Как-то надо условия создать. Какие-то сигнальчики дать. В нашем случае это было нормально. Я понимала, что те качества душевные, духовные, которыми обладает Костя, для меня были настолько значимыми, что мне как бы вот этот вот какие-то первоначальные там сложности, ну, как сложности, просто особенности наших, нашего общения, это было нормально. Но очень важно здесь, Костя не тормозил, он дал быстро обратную связь. То есть он там, я не там... Ну, слава богу, не ходила две недели там и не обхаживала. Не стреляла глазами. Нет, просто как-то, да, это само собой, естественно. То есть было понятно, что я там заинтересована. Я не знаю, с чего началось. Говорит, один раз сообщение я просто написала, и всё как бы из-за этого дальше пошло. Мужчины же тоже осторожничают очень, знаете, мужчины, они такие боятся, чтобы их ранили. Да не, ну, чтобы просто... Да у меня вообще не до семьи, короче, было, ребята. Просто не до семьи. А тут она как-то что-то, глаза горят, смотрю, что-то спрашивает интересное, смотрит, что-то как-то... Заинтересованность. Да, она мной заинтересовалась. И я смотрю, интересная девушка. Почему бы не продолжить, да? Почему бы не продолжить общение? Вот так у меня. Почему бы не продолжить? Конечно, когда там, как я с папой просто тоже об этом советовалась, ну, мне вот нравился один молодой человек, он там такой был яркий. Мне казалось, что вот, мне так прямо он нравится. И я папу говорю, а сколько вот я могу раз дать понять, что мне человек интересен? Да, вот он как раз спрашивает, сколько раз про лейтенциативу. Вот папа мой вывел формулу «ты». Ну, то есть, условно говоря, там один раз дала понять, он не понял, второй раз дала понять. Что-то как-то не прокатило, может, неправильно сделала. Ну, а уж если ты третий раз что-то такое сделала, например, я не знаю, там, поздравила с каким-то праздником, и я не знаю, что-то такое... Ну, как-то выразила свою теплоту, выразила, и человек не действует, то, наверное, это не ваш человек, потому что ваш мужчина, он отреагирует на вас, он как-то откроется, ему глаза откроет, Господь открывает глаза, понимаете? Сказать, что Костя моя единственная половинка на свете, там, что я бы, если бы ни с кем там, другим никогда бы не создала семью, или Костя, да нет, ну, там, не дай бог, кто-то из нас умрёт, ну, что мы теперь, это всё? Конец жизни, вроде, после, да, можно создавать другую семью. Что? Ну, пожалуйста, не дел из этого, люди не поймут сейчас. Да поймут, они шутки понимают. Нет, онлайн не всегда шутки понятны. Это была шутка, но, как бы, в любом случае, это не конец жизни. Вот. Даже смерть человека, значит, получается, нет такого, что вот мой один-единственный, и всё. Господь же сказал, что там, на небесах, ни женится, ни замуж не выходит. Нет мужского, ни женского пола. Всё. Поэтому половинки, что за такое понятие? Нет его. Ну, вот, об этом мы говорили, это тоже было для меня важным моментом, что мы не растягивали период знакомства на годы, так как жили в соседних квартирах месяц. Это вот очень тоже такой момент, если вы понимаете, что вы такой человек, что вы будете там страдать и долго ждать, а потом, если он там решит, что всё-таки он не хочет с вами строить семью, и вы будете потом ещё два года отходить от этого, то лучше не стоит. Вот здесь два совета. Во-первых, девушкам как-то устроить так, чтобы у вас была возможность общаться чаще, да, и мужчину подвести к тому, чтобы он тоже создавал эти условия. Ну, и мужчине, конечно, тоже не обижать, потому что эта тема такая, вот, знаете, подружился там, ходит, общается, а ничего не обещает же, да, это такая трагедия для многих девушек. Это так тяжело, то есть полгода-год общаются, а потом он там так и не сделал предложение, потому что люди перетянули тупо. Простите, мы даже знаем такие случаи. Или просто не поняли, что разорвать отношения лучше раньше. Ну, как бы, чего тянули полгода. Простите, я, друзья, просто вставлю свои пять копеек, я прям сам вижу, сколько я делал ошибок в этом плане. И правда, вот эта дружба с девушками, она может до добра не довести, и я искренне всем советую тысячу раз подумать, а стоит ли продолжать отношения, если либо вы делаете предложение, либо нет. И стоит ли продолжать, если уже как бы не надо дальше их продолжать. Вот, я искренне вам, вот, короче, советую очень быть осторожным, потому что можно очень сильно обидеть человека. И эта травма просто с ним остаётся, и ему потом сложно. Вот, давай дальше. Тоже Костя частично об этом говорил, как это у меня проявлялось. Я не боялась быть неидеальной. Была открыта в своих несовершенствах. То есть вот там, строите себе какую-то идеальную девушку без недостатков. У меня задачи такой не было. Я реально, наоборот, даже где-то подкручивала винтики, чтобы человек понимал, с чем, с кем он будет жить. Он же как бы не берёт там себе святую девушку. Нет. Он как бы берёт человека с травмами какими-то там детскими, там, житейскими, каким-то ошибками, опытом негативным. Это всё выливается в моих каких-то реакциях, в моих там, в моих страхах или ещё в чём-то. И это всё мужчине нужно вот понести. Как папа мой тоже говорил, вот женщина – это такой мешок. Мужчина, прежде чем сделать ей предложение, должен как бы его так немножко примерить. Вот понять, я его там вообще донесу, я его способен нести, или это как бы выше моих сил. Ну, то есть понятно, что есть люди, которые не готовы меня терпеть. Также есть люди, которые не готовы терпеть Костю. Здесь очень важно вот примериться вот этими вот как бы, да, то, с чего я начинала разговор. Вот сложилась у вас вот эта выпуклость, вогнутость, недостатки и достоинства. Вот как бы у нас сложилось. То есть Костя меня потерпеть может, я Костю потерпеть. Это так удивительно, да. То есть складывается, вот расскажи, расскажи, рассказать кому-то там нашу историю, двое наше отношение. Не все способны будут меня терпеть, не все способны. Костя, это очень важно понять. Поэтому надо себе как-то, ну, во время знакомства открывать больше и пытаться понять другого. Да, спасибо, Маша. Я бы тоже хотел очень добавить, прям, друзья, именно вот до того, как вы сделаете предложение, лично мое мнение, максимально нужно увидеть человека в не очень приглядном свете. То есть, ну, в каких-то конфликтах, сложностях, чтобы реально вы показали, ты себя показал, а она себя показала. И чтобы вы увидели, готовы вы на это или нет. Я вот с этим очень согласен с Машей. Это очень важно и очень вам поможет, мне кажется, после брака. Потому что вы... А ты видел это? Чего ты тогда согласился? Ты видел, что она вот... Или в тебе? А она видела же это в тебе. Поэтому очень важно увидеть что-то не очень хорошее. Вот это очень важно, на мой взгляд. И не скрывать это особо до венчания. Вот. Что-то у тебя еще есть? А, у тебя все, да? Угу. Так, друзья. Ну, пока уже подходит тогда к эфир. Последние моменты. Как вам эфир? Скажите, по пятибалльной системе вообще, насколько полезно было? Правда, очень интересно. А то мы тут что-то... Т-т-т-т-т-т. А может быть, это все не очень интересно. Насколько интересно? По пятибалльной системе. 1, 2, 3, 4, 5. Поставьте, пожалуйста, чтобы мы посмотрели. Может, быстро зачитаем? Насколько полезны такие эфиры вообще делать. А мы это опубликуем потом. Ой, не хотела бы опубликовывать. Это немножко сложно. Я пока читаю. Давай, почитаю. Давай, это будет полезно. Давай отдельно потом сделаем, еще прочитаем на видео. Это будет неактуально. Это сейчас долго снимаем. Ну, попозже. Вот, друзья, хотим сделать... А, все. Вот. Так, еще последние несколько прям моментов. А, друзья, еще очень важно. Я записал, сказать вот про любовь. Что же такое любовь? Я думаю, вот в браке мы вот с Машей немножко так приземлились. Слава Богу. И понимаем, что любовь, это очень высоко. Вот. И любовь, это, вот знаете, когда... Ну, вот Евангелие же читали, да? Это когда Господь с креста смотрел на своих распинателей и молился за них. Вот это любовь. И вот я хочу сказать о том, что в браке не всегда так получается. Да, точнее, я не знаю, когда это получается. Особенно у тех, кто вот такие, как мы, эгоисты. И у нас только брак вот недавно состоялся, можно сказать. Очень сложно любить вот по-настоящему. А любовь, это вот так. Сложно, да, любовь, Маша? Любить. Ну, если мы говорим о чувствах, которые там, естественно, у человека зарождаются, как то, там есть такое понятие в духовной жизни, как спокойствие, мир. Ну, вот если человек долго молится, ему Господь даёт состояние естественного, как бы, естественное, вот этой вот, естественного мира, да? И это ещё не духовное состояние. Это просто естественный человек, он так должен таким быть, да? И как бы это ещё не любовь. Это просто факт того, что вы, ну, как человек ведёт себя как человек. А если мы говорим о любви, то это действительно вот что-то такое глубокое, что-то такое сложное. То есть когда всё вокруг говорит тебе, что не надо это любить. Ну, то есть надо, что, ну, Господь, да, это же самое нелогичное вообще действие. Господь распялся на кресте, да? Как это вообще просто? Не, ну, мы молью сейчас распинать. Это антилогично. А также и в семье ситуации возникают, когда тебя тоже прям вот распинают. Твоё самолюбие. Даже человек не специально, он не специально это делает, да, да, просто у него вот как-то так сложилось у него, что он такой. И тебе вот это надо всё понести. Конечно, это такая вот крупица от того, что Господь там, да, взял на себя. Но... В общем, да, это к тому, что в семье распинается самолюбие. Не ждите от другого человека, что он прям так будет любить вас, как Господь любит. Вот так вот. Вот так абсолютно бескорыстно. Ну, это годами. Ну, батюшки все говорят через многие-многие года. Вот. А пока сложно. А пока будет распинаться твое самолюбие и эгоизм, тебе надо будет терпеть. Ну, вот мне надо терпеть, Маше тоже надо терпеть. И многим молодым семьям надо просто потерпеть, когда распинается самолюбие. Вот. Это же полезно. И быть к этому готовым. Да, это полезно, собственно, ради этого. А диетик, когда это вообще... Чтобы мы спасались и свой эгоизм вырубали. А это больно, больно. Вот. Очень больно пора. Да, так что спасибо, что нас слушали вообще. Просто мы тут сидим три месяца уже в деревне на карантине. А, да, мы в Козельске. Что, спрашиваю, за стена сзади? Ну, это дом в деревне, в Козельске. Частный дом. Да, так что спасибо, что были с нами. Приезжайте потом сюда, кто сможет после карантина, приглашаем. Да, оптима когда откроется. Вот тут частный дом, частный сектор. Тут можно жить, молиться в оптиме. Тут прекрасно. В общем, расскажем. Вот. А, пару слов, друзья. Летом едем в Крым. Кто хочет с нами поехать в Крым, присоединяйтесь. Даст Бог получится у нас это сделать в середине июля. В конце. В конце июля карантин ослабит уже, мы надеемся. Поэтому уже сейчас покупаем билеты в Крым. Уже 50 человек записали. Да, уже 50 человек записалось. Что еще мы забыли сказать? Кто не подписался на наши ресурсы ВКонтакте и Инстаграме, подписывайтесь. Все темы, ну, тему создания семьи обсуждаем каждый день в наших постах, пока только онлайн. Потом будем встречаться уже и на общении по кругу, и в паломнических поездках, и на беседах с батюшками, когда карантин откроют. Вот, друзья. Спасибо, что были с нами, что вас так много, что эта тема вам интересна, что она актуальна для вас. Мы, вот самое главное, еще раз хочется подчеркнуть, выложим эфире, зачем все это мы делаем, рассказываем, чтобы просто как-то вообще вдохновить вас поддержать темой семьи. Мы просто хотим говорить на тему семьи, чтобы чаще слово «семья» звучало у молодежи вот здесь. Чем чаще оно будет появляться здесь, чем чаще молодежь будет думать об этом, наши знакомые, друзья, думать, рассуждать. И вообще, мы призываем к тому, чтобы просто вы думали, рассуждали на тему создания семьи, на тему, как это важно, нужно и полезно. Но никогда этого не поймешь, пока не будешь действовать и встречаться, общаться. Поэтому общайтесь, встречайтесь, не бойтесь, молитесь. Главное, молитесь и слава Богу. Вот, все не идеально, у нас тоже все не идеально. Вообще идеально ничего не бывает. Идеально только в Евангелии. Мы должны к этому стремиться. Да, мы должны к этому стремиться. Все, друзья, всех обнимаем. Та-дам! Прям не хочется расставаться! Та-дам! Божьей помощи вам всем! Да, Божьей помощи вам всем! С Богом! Еще увидимся. Пишите свои вопросы. В комментариях, либо ВКонтакте, на которые мы не успели ответить, мы сделаем отдельный эфир вопросов. Да, потому что мы как бы не психологи. Мы там не позиционируем себя как сверхсилоза. Супер знающих людей что-то. Да мы знаем, что ничего не знаем. Просто делимся тем, что прожили. Просто делимся мыслью и опытом. Как-то он просто откликается. Мы же видим, что он откликается. Значит, это то, что нужно говорить, наверное. Но мы в любом случае проект под благословением. Поэтому то, что мы делаем, нас благословили на это. Поэтому, вот. Так что все так понимаем. Да, и еще искренне хочется сказать, что когда вот я не был в браке, я не понимал ничего о семье. Я вот сколько батюшек не слушал, вот только я женился, я начал вообще по-другому мыслить на этот счет. Вот это очень важно. Когда ты вне брака, ты хоть сто книжек прочитай, но мыслишь по-другому. А когда ты в браке, ну не знаю, когда ты в качалке, ты можешь читать в теории, как качаться правильно. Это одно. Но когда ты в качалке, ты по-другому себя чувствуешь и понимаешь себя по-другому. Вот это так. Так работает. Вот. То есть, когда ты здесь уже, тебе так столько открывается интересного. И хочется искренне этим поделиться. Вот. Пишите ваши вопросы и темы, которые еще хорошо бы обсудить, которые мы могли бы обсудить. Мы же обсуждаем, вы думаете, рассуждаете, это совместный диалог. Вот. Ну, вроде бы все, да, Маша, все сказали. Практика, практика, да. Практика, практика. Мы за практику. За практику. Качалка, огонь. Все, ладно. Все, с Богом. Помолимся. Помолимся, давайте. Ангелы, ты я же благодать нечистая зела, радуйся, и по кирику радуйся. Твой Сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвые воздвигнули, люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на тебе высияли куйныне, и веселись в Сионе. Ты же чистая красуся Богородице, о восстании Рождества Твоего. Христос воскресе. Христос воскресе. Поистину воскресе. Пока.